Здравствуйте еще раз. У нас сегодня очередное занятие школы аналитики, и я решил посвятить после долгого перерыва теме «Скрытые шифры 2015 года». Но не всего года, просто времени ей хватит, а с января по сентябрь. Дело в том, что последний раз я говорил на эту тему, подводя итоги 2012 года. Потом я обещал по 2013, по 2014, и обещание свое не выполнил. Вот по какому поводу. Дело в том, что все больше и больше в сети появляется информация, которую нужно проверять и перепроверять. И это само по себе делает работу более длительной, и не успеваешь в сроки. Поэтому я решил с этого года пойти по другому пути. Я решил в конце каждого года делать, то есть в начале каждого года делать обзор по прошлому году, и фиксировать просто, так сказать, те вещи, которые мне либо не удалось перепроверить, либо которым я не очень доверяю, но, так сказать, тем не менее, чтобы не сбиваться с ритма. Вот таким образом мы возобновляем эту линию работы. Но я буду специально оговаривать то, что мне либо не удалось проверить, это была информация, либо, скажем, мне удалось проверить, но у меня есть сомнения, ну и так далее. Значит, мы идем так же, как мы это делали по 2011 и 2012 году, по месяцам. Январь 2015. Значит, как вы помните, 7 января 2015 года было нападение на редакцию Шарли Эбдо, после чего весь народ у нас побежал ходить с лозунгами «Жусь ви Шарли» и так далее, и так далее. Там очень много странностей в этом деле. 9 января были ликвидированы братья Куаши в помещении и типографии в городке Дам-Мартен-Ан-Гуэль, это северо-восток от Парижа. И вечером же 9 января, как вы помните, покончил с собой комиссар Фреду, которого назначили руководить следствием. Мне это представляется очень странной смерть. По-видимому, комиссар что-то, так сказать, узнал, и от него решили избавиться. Вот дальше пойдет информация, которую... Я перепроверял, и вроде бы она перепроверяется, но у меня есть по ней сомнения. Хотя, если ее поместить в контекст других событий, все в общем складывается. 9 января 2015 года, ну, все, что я дальше буду говорить, это 2015 год, при переходе украинско-венгерской границы с большой суммой долларов, по одной версии фальшивых, по другой версии, это ФРС, доллары напечатаны на ФРСовской бумаге, поэтому они уже как бы не фальшивые, был арестован один из менеджеров американской корпорации «Венгард Групп», который являлся контактером зам госсекретаря «Нуланд». Я думаю, что вы помните, «Нуланд» это та самая, которая раздавала печеньки в Киеве. Это очень активная участница тогда украинских событий. Значит, его арестовали немцы, и по его показаниям, во-первых, по его показаниям деньги якобы печатает сама «Венгард», хотя здесь есть, я думаю, нюансы, печатает она их для финансирования черных проектов на Украине и в Сирии. Если это действительно правда, то это значит, что у «Венгард» есть свой эмиссионный центр. И, кроме того, 9 января пришло сообщение, что из-под Киева пропали еще три менеджера корпорации «Венгард», которые считают ядром мировой корпоративной структуры. Если помните, несколько лет назад группа швейцарских математиков провела исследование и доказала, что есть 147 корпораций, которые контролируют 40% мировой экономики, у этих 147 корпораций есть суперядро, и у этого суперядра есть супер-суперядро, и вот «Венгард» присутствует везде. Значит, из этого последовал очень неудачный, на мой взгляд, такой вульгарно-конспирологический вывод, который компрометирует ситуацию, что «Венгард» — это и есть некий такой спрут, который присутствует везде. И, кстати, у нас так его сейчас и начали подавать, демонизируя на манер Ротшильда Фракфиллеров. На самом деле, мне сейчас не хочется говорить о «Венгард» подробно, но на самом деле «Венгард» — это нечто другое, чем обычно у нас подают. Это корпорация, у которой примерно доля где-то 10-11% в различных вот этих структурах, то есть это не так много, но и не так мало. Ну и кроме того, главная задача «Венгард» — обеспечивать автоматическую регуляцию рынка. Но это главная вещь, но это не значит, что у нее нет, не может быть каких-то других побочных проектов. Так вот, один из трех вот этих менеджеров, которые попали из Киева, один побежал на Запад и был арестован, а двое других оказались в Донецкой области. Один из них был обнаружен и уничтожен спецгруппой частной военной компании «Грейстоун». Он якобы открыл огонь по ним, они его убили. А второй, значит, был взят живым и 21 января в деревне, в селе Спартак, в одного из донецких районов, его переправили в Лондон. Он остался, так сказать, живым. Вот это событие 9 января, давайте его запомним, потому что потом оно играло в разных вариантах. По январю еще, очень неудачный визит Обамы в Индию, 25-27 января. Так получилось, что мы в это время были с сыном в Индии, читали лекции, и те меры безопасности, которые были предприняты, реализованы в Дели, ну, они совершенно были фантастичны. Ну, и это при том, что, так сказать, обычно, ну, так сказать, в Индии довольно такая, как бы сказать, здравствуйте, ну, там не очень, там вроде бы формально все охраняется, но вообще, в принципе, можно и пронести что угодно, ну и так далее. Но, тем не менее, там были беспрецедентные меры приняты. И удивительно, что Обама посещает Индию второй раз за время своего президентства, но поездка получилась чисто символической. Значит, документов было подписано всего два, продлено на 10 лет рамочное соглашение о военно-техническом взаимодействии в атомной сфере, и это был резкий контраст по сравнению с визитом Путина, который прошел несколько месяцев раньше. Там было подписано несколько соглашений, хотя нужно признать, что объем торговли Индии и США 100 миллиардов в год против 12 миллиардов российско-индийской торговли. По-видимому, Обама пытался перетянуть Индию на свою сторону в конфликте с Россией, но из этого ничего не получилось. 25 же января, значит, президент Израиля Ривлин, приехавший в США с визитом, отказался от встречи с Обамой. На который его приглашал Белый дом, формально он сделал это из-за солидарности с Нетаньяху. Своим Нетаньяху собирался выступать в Конгрессе США, но за две недели до выборов в Израиле, и Белый дом отказался проводить его встречу с Обамой, ссылаясь на практику отказа от встреч на высшем уровне, если это перед какими-то выборами. Ну и понятно, что раздражение Израиля связано с Ираном, поскольку израильтянам очень не нравится, так сказать, вот эта линия Обама на попытку замедлиться с Ираном и решать таким образом свои проблемы на Ближнем Востоке. Ну и очень интересную фразу сказал в самом конце января Сергей Борисович Иванов на семинаре «Совещание региональных лидеров Подмосковья». Оспаривая чей-то тезис, кто там что-то, так сказать, пытался хорошее сказать о Великобритании, Иванов сказал буквально следующее. «Вечный наш противник – это Англия, которая гадила нам всегда и будет делать это дальше». Ну то есть такое заявление официальное от чиновника такого уровня, оно, так сказать, выглядит довольно символично. Февраль. Ну, естественно, я говорю не о всех событиях, а которые, так сказать, мне показались очень важными, и из которых мы потом, так сказать, когда совсем закончим анализировать события года, мы попробуем их как-то обобщить. Значит, 1 февраля, накануне встреч глав МИДа Китая, России и Индии, в Пекине открылось совещание, посвященное реализации проекту «Пояса и пути». Это главный большой китайский проект по созданию большой зоны экономики, контролируемой Китаем. Речь идет о строительстве экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути. Значит, официально о планах строительства нового шелкового пути Си Цзиньпин объявил осенью 2013 года, хотя курс на создание пояса и пути был принят еще в 2007 году. Значит, если путь будет запущен, сейчас все больше и больше сомнений возникает в том, что он будет ли запущен. Но вот если он действительно будет запущен, то грузовой контейнеровоз пройдет расстояние от Пекина до Гамбурга за 45 дней. То есть 10 тысяч километров, из них 7 тысяч километров по территории России. В результате возникнет новая геополитическая реальность и ядром которой оказывается Россия. Но, повторяю, вот эти планы, это не значит, что они там, так сказать, состоятся завтра или послезавтра. То есть, вот этот новый пояс и путь должен интегрировать Евразию. Россия-Китай, эта интеграция идет, и Россия-Европа. И, собственно, одной из главных целей разжигания американцами конфликта на Украине было обострение отношений Евросоюза и России, подрыв проекта нового шелкового пути, по крайней мере, что касается и в европейской части, ну, отсечение Европы и затем, так сказать, попытка съесть европейскую экономику. В феврале также очень важная вещь произошла. Обамой была представлена новая доктрина национальной безопасности США, где, как вы знаете, Россию поставили на место угроз США, на какое место, кто помнит? На второе место, совершенно верно. То есть, это очень такая четкая фиксация, что вот Россия – это враг, хуже, чем ИГ. В самом начале февраля началась активность по поводу украинских дел. 6 февраля Меркель и Олан специально прилетели в Москву с предложением урегулировать украинский кризис. Это было связано с тем, что Обама заявил, что очень возможно передача Украине летального оружия. И на следующий день, вернувшись очень быстро, они в один день уложились, и на следующий день, 7 февраля, выступая на Мюнхенской конференции, Меркель заявила, что она категорически против поставок летального оружия на Украину. «Санди Таймс» квалифицировала это как раскол европейских элит. Разумеется, раскола никакого нет, но есть противоречия, безусловно. А американский ультраконсерватор Маккейн сравнил действия Меркель с таковыми Чемберленом в Мюнхене в сентябре 1938 года. Выступив в Мюнхене, 9 февраля Меркель полетела в Вашингтон, где встретилась с Обамой, заявив, что не видит военного решения вопроса. Обама сказал, что он не принял еще решения. За два дня до этого, предваряя этот визит Меркель в Вашингтон, Путин в речи на съезде Российских профсоюзов заявил, что Россию никогда не устроит сложившийся после развала СССР миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который хочет в качестве такового и остаться, полагая, что ему можно все, а другим нужно только то, что он разрешится только в его интересах. 9 февраля, как раз в день встречи Меркель и Обамы, Путин в интервью египетской газете «Аля Храм» подчеркнул, мы неоднократно предупреждали США в их и их западных партнеров о пагубных последствиях вмешательства внутренних дел Украины, но к нашему мнению не прислушались. То есть он перенес ответственность за ситуацию на Украине на Соединенные Штаты. Интересные события в феврале 2015 года происходили, они прошли почти незамеченными, потому что, ну, во-первых, они разрозненные, потом, ну, кто у нас сейчас интересуется бывшими республиками, кроме узких специалистов, бывшими республиками Советского Союза. А произошла очень интересная вещь. Во второй декаде февраля 2015 года началось падение курсов валют почти всех бывших республик Советского Союза. Значит, во второй декаде февраля курс лари в Грузии упал на 20%. Значит, девальвация моната, еще раньше упала белорусская валюта, армянский драм и молдавский лей. Причем молдавский лей упал больше, чем за весь 2014 год. 11 февраля Тенгер в Казахстане упал на 20%, 11 февраля гривна на Украине на 29%. То есть, одновременно в течение 10 дней посыпались очень здорово, посыпались валюты стран бывших республик Советского Союза. Причем в Азербайджане и Грузии они сопонули сразу же после визита туда Нуланд. И вот эта синхронная девальвация национальных валют бывших республик СССР, по мнению аналитиков, означает, что эти государства вынуждены отказываться от товаров, производимых на Западе, потому что они им стали не по карману. То есть, США и Евросоюз теряют не только Российскую Федерацию в качестве рынка сбыта, но и другие государства бывшей республики СССР. Не от хорошей жизни в этих республиках, напротив. То есть, вот этот момент очень важен с точки зрения развития Евразии. Вот это в течение 10 дней была продемонстрирована зависимость вот этой зоны от мировой экономики. А вот дальше будет информация, которую мне не удалось проверить. Она один раз только прошла в интернете. Надо ее перепроверять. Она очень интересная. Если эта информация правдивая, то это очень интересная штука. 14 февраля на территории штаб-квартиры ЦРУ в Ленгли начался ядерный кризис. Кстати, может кому-то попадалась эта информация. Февраль, ядерный кризис в Ленгли. Там была информация, что они отстрелили Евразию сотрудников, которые отвечали за Украину. За Украину, да, совершенно верно. А здесь произошло вот что. В одной из секретных лабораторий в подземных помещениях Ленгли был собран компактный термоядерный заряд мощностью в несколько мегатонн. Два специалиста ЦРУ по интернет-информации по фамилиям Талабани, американец иральского происхождения, и Куфтаро, американец сирийского происхождения, получили приказ директора, по их словам, директора ЦРУ Брэннона, доставить заряд в Ирак и взорвать его, якобы, с целью уничтожения лидеров группировки ИГ. Агенты приказ выполнять отказались, и заперлись в лаборатории, и пригрозили устроить взрыв, если приказ не будет отменен. Значит, если бы взрыв произошел, то несколько городов восточного побережья США, включая Вашингтон и Филадельфию, скорее всего, были бы уничтожены, по крайней мере, частично. Чтобы сохранить тайну внутри ЦРУ, особенно с учетом того, что операция не была санкционирована президентом США, Брэнон попытался скрыть ситуацию, естественно, никакие меры по эвакуации населения приняты не были. А вот дальше происходит совсем интересное. Почти сразу же, несмотря на то, что это вроде бы все было, пускай, в секрете, сразу же, после начала кризиса, произошла широкомасштабная утечка информации из США, сначала спецслужбы России, Китая, ФРГ и ряда других стран. А 18 февраля была организована утечка в интернет. В ситуацию под легендой рассмотрения попытки госпереворота вмешалась секретная служба США, это вот, спецслужба, которая над всеми. Брэнона временно отстранили от исполнения обязанностей. Вот эти два агента, Куфтару и Талабани, сдались властям, и чтобы их не убили, как ненужных свидетелей, их поместили в Академию ФБР. Дело в том, что Академия ФБР расположена внутри базы морской пехоты в Квантико, Вирджиния, а исторически у ФБР и морской пехоты плохие отношения. У них затяжной конфликт с РУ, и, то есть, поместить вот этих людей там, это значит, было надежно их спрятать. Показательно, что в США прилетел 18 февраля наш Бортников, директор ФСБ, и тут же помощник президента США по безопасности Саманта Райс, которая, по некоторой информации, это именно она отдала приказ в Киеве в 2014 году стрелять снайперам и по демонстрантам, и по милиции. Так вот, она тут же сказала, что мы работаем вместе с российскими людьми, у нас, так сказать, мы боремся против терроризма, то есть, всячески демонстрировали, как готовность, ну вот, им нужно было закрыть этот, 19 февраля она выпускала закрыть этот скандал. Значит, остается лишь еще добавить одну вещь. Бреннон очень интересный персонаж, он один из пяти директоров ЦРУ, который окончил иезуитский, есть несколько университетов, которые контролируются иезуитами. Так вот, он окончил, так же, как Теннет, например, или Кейси, окончил университет, который контролируется иезуитами, и он очень тесно связан с корпорацией Венгард. Вообще, нужно сказать, что Венгард, там около 20 миллионов человек, у которых есть акции Венгард, он не знает, что у каждого много акций, у кого-то может быть там 2 тысячи, у кого-то 2 миллиона, то есть, это очень-очень много. То есть, вот такая произошла ситуация. Очень интересно, я, может, правда, пропустил, но вот по нашему телевидению об этом ничего не говорили. Правда, я, может, пропустил, но если не говорили у нас по телевидению, то очень это странно, потому что в условиях информационной войны вот это можно было использовать, так сказать, полностью и оттоптаться на Соединенных Штатах, на ЦРУ, так сказать, по полной программе. Одновременно с этим кризисом, который происходил в ЦРУ, очень интересное заявление сделала министр обороны Германии Фон дер Ляйен, которая заявила, что Германия должна взять на себя больше ответственности при урегулировании международных кризисов, реагировать на попытки Москвы восстановить географическую политику с позиции силы и военную мощь наращивать, чтобы обеспечить защиту Европы от России. Значит, у России фон дер Ляйен сказал следующее. Новая политика Кремля началась еще задолго до кризиса на Украине, и она будет занимать нас очень и очень долго. Вот забегая вперед, то же самое скажет один из высокопоставленных американских военных. Он скажет о том, что даже если Путин уйдет, у нас все равно отношения с Россией не улучшатся. То есть это фиксация очень такого долгосрочного конфликта с Россией. Что такое вот эта белая книга Министерства обороны ФРГ? Это заявление, заявка ФРГ на новое место в послеамериканском мире. То есть массированное перевооружение Бундесвера, реформа спецслужб, которые ориентированы на борьбу с сетевыми структурами. И вот у меня такое странное впечатление это вызывает, потому что с одной стороны немцы действительно постоянно говорят о том, что они займут все более такое крутое место в мире. И вот недавно я получил информацию из Красноярска в феврале 2016 года. Вот недавно туда приезжали люди из фонда Эберта. И в таких неформальных беседах с нашими людьми из Красноярска у нас профессуры говорили, ну все, Америке конец, гегемония закончилась, Германия будет номер один в Европе, вы должны ориентироваться на нас. И мы будем мотором, а вы, так сказать, пристежным, будем паровозом, а вы должны двигаться с нами. Меня это очень удивляет, поскольку до сих пор Германия является протекторатом Соединенных Штатов Америки, до сих пор в Германии у власти элита, которая смотрит в рот американцам, с точки зрения социокультурной, 70 лет духовной кастрации создали и профессуру, и, так сказать, политиков, которые, так сказать, смотрят на мир англосаксонскими глазами. Поэтому какое-то вот странное такое раздвоение, то ли они выдают желаемое за действительность, трудно сказать. Март. В марте произошла интересная вещь. В Крым приехала японская делегация во главе с руководителем общества дружбы Япония-Россия, Хатаяма. Он был в свое время премьер-министром с сентября 2009 по июль 2010 года. Вот то, что он так коротко был премьер-министром, это не должно удивлять. Дело в том, что в Японии вообще, скажем, Синзо Абе, который сидит довольно долго, это вообще рекорд. Но, в принципе, в Японии, японская, что такое Япония, там нет никаких партий. То есть, формально они есть. На самом деле, это клановые структуры, и происходит такая быстрая-быстрая череда и сменяемость людей власти в зависимости от того, какой клан или субклан на данный момент оказывается сильнее. Поэтому тот факт, что человек был всего лишь с сентября 2009 по июль 2010, меньше года, это, так сказать, с точки зрения японской практики, это нормально. Значит, посещение Хатаямой и японской делегацией Крыма совпало с годовщиной воссоединения Крыма с Российской Федерацией. И Хатаям сделал три очень важных заявления. Значит, во-первых, он сказал, что крымский референдум соответствует крымскому законодательству. Во-вторых, что присоединение Японии и России к антироссийским санкциям – это ошибка. И, кроме того, он сообщил, что в самой Японии его поступок трактуется как недопустимое поведение. Вот это очень интересная вещь. Дело в том, что у японцев, ведь у них очень, так сказать, такой специфический эзопов, так же, как у китайцев, такой эзопов-язык. Судящее недопустимое поведение. Когда в японской традиции что-то трактуется как недопустимое поведение, это означает, что элита в целом, ну, как бы осудила этот поступок. Он недопустимый. Но он произошел, и он, то есть, если очень хочется, то можно. То есть, это не жесткая квалификация данного поступка. И сам визит Хатайямы говорит о том, что японская элита ведет свою игру и с нами, и с американцами. Но сам по себе вот этот визит, он очень, так сказать, интересен. В марте же Financial Times объявила о том, что Франция, Германия и Италия намерены присоединиться к учредителям Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Asian Infrastructure Investment Bank, который создан китайцами. Си Цзинпин объявил в октябре 2013 года во время визита в Индонезию, что будет создан такой банк. Значит, на сегодняшний день к этому банку АБИ присоединились два десятка государств. США убеждал всех союзников не присоединяться ни в коем случае. А в начале марта вдруг Британия подала заявку на вступление в этот банк. И очень интересно, что даже американская газета Huffington Post назвала это эпохальным событием, которое возвещает конец века Америки и начало века Азии. Цитирую. США больше не могут доминировать в мировой истории. Конец цитаты. США не подали заявку на участие в этом банке до 31 марта 2015 года. Это был дедлайн, черная черта. И оказались вне этого банка. Ну, а вот 24 марта произошло событие, которое, на мой взгляд, хотя бы пунктиром связано с 9 января с арестом человека из Венгар. 24 марта пассажирский авиалайнер Эбас-32, принадлежащий фирме German Wings, это дочка Люд Ганзе, рейс 4U 9525 Барселона-Дюссельдорф, разбился в районе горного массива Труа-Эшеве. Это департамент Альпы Верхнего Прованса. Погибло 150 человек. 144 пассажира и 6 человек экипажа. Большинство граждан Германии и Испании. В 10 часов 31 минуту самолет начал снижаться с высоты 11400 метров. В 10.40 он исчез с экранов радаров. День был ясный, техника работала исправно, ничто не предвещало катастрофы. С момента получения автопилота команды на снижение, связь с рейсом была полностью заблокирована. Самолет разбился. 26 марта прокурор Марселя Робен озвучил версию, которая стала официальной. И которую до сих пор раскручивают время от времени, что в момент крушения за штурвалом находился второй пилот Лобец, 28 лет, который страдал депрессией. И сразу же после этого выяснил, что он и к врачу ходил, ну как берегись автомобиля. Пиво только что привезли, а воблу только что поймали. Значит, этот человек якобы сознательно направил самолет вниз, и командира корабля в кабине в это время не было. Он почти 9 минут пытался дозваться второго пилота, пытался рваться, и ничего не получилось. Ну, специалисты сразу же опровергли эту версию, потому что, ну, во-первых, пилоты-самоубийцы, как показывает практика, есть такие пилоты-самоубийцы. Действительно, они не спускаются в течение почти 9 минут, там было 8 минут 47 секунд, по-моему, они сразу идут в пике. А здесь вот почти 9 минут, такое спокойное, спокойное снижение, такое растянутое, отложенное самоубийство. Ну и, во-вторых, значит, в немецких самолетах невозможно, чтобы, сказать, закрыться, и пилот не может забереться в кабине. Я думаю, что правы те аналитики, которые говорят, что речь должна идти о перехвате контроля над киберсистемой самолета. Причем факт перехвата был демонстративно подчеркнут этими почти 9 минутами. То есть, пока вот самолет снижается, вы ничего не можете сделать, и он падает. Есть непроверенная информация, что непосредственно перед катастрофой с немецким правительством и кругами вышел на связь некто, который сказал, что Германии не стоит совать свой нос в чужие дела, иначе будет плохо. А 26 марта после катастрофы, опять же, по непроверенной информации стало известно, что контакт повторился, и некто сообщил о том, что есть группа, которая обладает технической возможностью влиять на показания высотом метров немецких и французских самолетов. Я согласен с теми аналитиками, которые считают, что французские власти, немецкие, имели информацию, но ничего не сделали, и поэтому им ничего не могли сделать. Поэтому им пришлось, так сказать, выдвинуть эту версию о том, что это самоубийца. Значит, давайте порассуждаем, в какие дела сунула нос Германия. Вот по той информации о 9 января, с которой я начал, значит, вот этот человек из Венгард, он дал показания не только по ситуации с Венгард, но и по 11 сентября, сообщив о минировании корпусу номер 7 торгового центра. Я напоминаю вам, что 2011 сентября произошло обрушение, так сказать, башен. Причем, вот тоже, как интересно работает пресса и как интересно у людей психология. Ну, мы видели, как самолеты врезались в две башни. Но ведь упала еще третья башня, в которую никто не врезался. И об этом вообще никто не пишет, как будто этого вообще и не было. И очень интересную информацию я получил недавно от людей, с которыми познакомился совершенно случайно. Они ролики меня смотрят и живут в Нью-Йорке. Уже довольно много, почти 25 лет, когда они были в Москве, мы как-то пересеклись. И они сказали, что их знакомый, полицейский им рассказывал, что после того, как рухнула первая башня, их полицейских быстро погнали ко второй башне, чтобы они оттуда разгоняли людей. То есть, кто-то знал, что рухнет и вторая башня. Но вот про первую башню пишут, а про третью нет. Так вот, значит, он сообщил якобы по этой информации о том, что корпус номер 7 торгового центра был заминирован. Немцы из него эту информацию вытащили. И, возможно, Меркель выложил ее Обаме 9 февраля, после чего Обама принял решение не поставлять летальное оружие на Украину. Но сообщено, что это было только 9 марта. А вот дальше там начались после этих событий очень интересные вещи с Венгард. Значит, четыре ее топ-менеджера были заключены формально по подозрению совершения экономических преступлений. Они были арестованы и заключены в тюрьму Форт Ливенворд. Дело в том, что это тюрьма, в которой содержится, это тюрьма очень строгого режима, жесткого. Там содержатся люди, которые получили более 10 лет или осужденные на смерть. Так вот, 14 марта двое из этих четырех были найдены в камерах мертвыми. Официальная версия самоубийства. Но это вряд ли. И есть целый ряд аналитиков, которые связывают вот эти события 9 января, 9 февраля и 24 марта как реакцию американцев на то, что немцы сунули нос не туда. И, кстати, обратите внимание, что уничтоженный аэробус рухнул недалеко от Тулузы, где находится штаб-квартира аэробуса. Мне это сразу же напомнило историю с убийством Альда Мора. Если помните, был такой деятель итальянский из христианской демократической партии, который в 70-х годах получил 37%, а коммунисты 34%. И Альда Мора заговорил о том, что можно создать правительство исторического компромисса. То есть договориться с коммунистом и христианским демократом. Его похитили красные бригады, и вскоре тело Альда Мора с большим количеством пулевых ранений было обнаружено в Риме. Обнаружено оно было ровно на полкуте между штаб-квартирами ХДС и итальянской коммунистической партии. Вот это вот падение самолета недалеко от штаб-квартиры аэробусов Тулузе, оно тоже мне напомнило. Значит, вообще дело в том, что американские элиты, я это знаю и по тому, что аналитики пишут, и по собственному опыту общения с американцами, они очень не любят, представители реально элитарных групп американских, они очень не любят разговоры о событиях 11 сентября. Они считают, что это их внутреннее дело, и никто сюда не должен вмешиваться. Вот тут есть вам официальная версия, и ни в чем себе не отказывайте. Потому что одно дело, когда бывший министр обороны ФРГ утверждал, что 11-го, 9-го, это попытка госпереворота, ну и пусть себе утверждает. А вот когда это используют в качестве, так сказать, такого фактора, давление это совсем другое. И в конечном счете, вот вся эта история с падением самолета, она привела к очень такой интересной вещи. Отношения ФРГ и Евросоюза, безусловно, ухудшились на тот момент. Кто выиграл? Тот, кто не хочет трансатлантического сообщества. То есть очень может быть, что здесь заинтересованных лиц в падении самолета, заинтересованных сторон, интересантов, значительно больше, чем только американцы. Здесь, возможно, второй, но третий дом. Возможно, мы когда-то об этом узнаем. Значит, самый конец марта. Значит, две вещи важные. 28-го марта Российская Федерация присоединилась вот к этому банку инвестиций китайскому. А 31-го марта, очень важное, вот в конце февраля сделал важное заявление по поводу Англии Иванов, а в конце марта сделал важное заявление на Рыжке. Выступая в Национальном собрании Армении, он заявил, что США и их союзники затормозили создание общеевропейского пространства по оси Восток-Запад, Лиссабол-Владивосток, и это вынуждает Российскую Федерацию и ее союзников выстраивать новую ось по линии север-юг. То есть от Норманска до Дели, до Шанхая, до Хануэ и так далее. То есть, в принципе, я не знаю, случайно вот это сказал, вот даже если он сказал это случайно, вещь очень такая символическая, это оговорка по Фрейду. Речь идет о том, вот вообще последние 500 лет в Европе все шло по оси Восток-Запад, и таким так все и двигалось. Нарышке сказал, теперь будет север-юг, и это рассекает Евразию совершенно по другому геопространственному принципу. И это означает, что европейская цивилизация как целостность уходит в прошлое. Если к этому добавить миграционный кризис, который пока начался вот так, как он начался, а в перспективе с увеличением численности неевропейского населения, это, безусловно, будет означать и появление неевропейских элит в Европе, то это создает очень интересную ситуацию. Ну и, наконец, последняя информация по марту, которую нужно проверять. Это разгром украинского отдела ЦРУ. Якобы 5 ведущих кадровых сотрудников убиты в своих кабинетах, а 12 арестованы, вывезены в неизвестном направлении. Это надо проверять. Честно говоря, мне в это не очень верится, но такая информация была. Если это действительно так, то что-то не в порядке в королевстве датском, то есть в биш-американском. Если, так сказать, мочилово пошло, то это уже серьезные дела. В апреле, очень интересным днем, было 11 число. Там произошло сразу 4 события. Бывают вот так иногда. Значит, первое событие. Вице-канцер ФРГ Габриэль заявляет, что создание свободной зоны торговли с США не приведет к ускорению экономического роста, а поэтому его надо отложить. Дело в том, что американцы торопятся создать эту зону. Им нужно сожрать западноевропейскую экономику, потому что у них времени остается все меньше. И тут немцы им говорят, нет, давайте отложим. И это немцы, которые фактически у них под протокаратом находятся. Второе. Главное управление военной разведки Франции устами своего начальника Гомара объявило, что Россия никогда не готовила военное вторжение на Украину, и он обвинил еще этот Гомара разведку США во лжи. То есть, заход немцев по экономике, заход французов по политике и разведке. Дальше. Министр обороны Финляндии в тот же день распространил Линдберг, распространил заявление, что Российская Федерация пока не совершила по отношению к Финляндию никаких действий, которые могли бы вызвать тревогу. То есть, нет причин для истерии. То есть, Европа, по сути дела, Финляндия, Франция и Германия, они зафиксировали свою позицию, которая отличается от позиции США. Ну и, наконец, Обама в тот же день заявил на саммите Америк в Панаме, что США больше не будут вмешиваться во внутренние дела латиноамериканских стран. Естественно, врет, будут вмешиваться. Но то, что президент сделал такое заявление, это означает, в общем-то, некоторое изменение в соотношении сил даже в самой Америке. Хотя мы сейчас видим контрнаступление США в ряде латиноамериканских стран, но, тем не менее, это такое контрнаступление низенькое. 12 апреля, как вы помните, Клинтон официально заявил о намерении баллотироваться на президентский пост в 2016 году. В принципе, республиканцам мало что могли противопоставить ей, и попытка такой информационной атаки на нее, но она, в общем, ни к чему не привела. Потому что что могли республиканцы? Ну то, что Клинтон лоббировал участие США в ревейской кампании и несет вину за смерть посла США в Ливии в 2012 году. То, что она использовала служебный имейл для личной переписки. Клинтон все отрицает абсолютно. Ну и все прекрасно понимают, что она лжет, потому что репутация у Клинтона абсолютно врунье. Если, скажем, как американский журналист написал, «Билл Клинтон лжец», но он потом может немножечко смущаться. А вот Хиллари лжет, не смущаясь. И, естественно, она сказала, что нет ничего и так далее. Буквально на следующий день после этого Жэмин Жибао сделал очень интересное заявление. Опять же, это китайское такое левой рукой, почешу правое ухо. Значит, Жэмин Жибао отметила, что латиноамериканская политика Обама может прагматически отрегулировать ситуацию дипломатического хаоса, оставшегося от администрации Буша. Тем самым они показали, что они не на стороне семейства Бушей вот в этой президентской гонке, а на стороне Хиллари Клинтона. Почему? Что такого, сказать, почему китайцам выгодно Клинтон? Дело в том, что понятно, что Хиллари Клинтон во внешней политике ястреб, и самая жесткая ее политика будет по отношению к Российской Федерации. Тем более, что она питает личную неприязнь Путину, о чем она говорила неоднократно. Таким образом, китайцы планируют руками Клинтон еще более подтолкнуть Российскую Федерацию в сторону Китая. Им выгодно давление Соединенных Штатов на Россию. Очень интересное заявление 16 апреля сделал министр обороны Ирана Дехган на 4-м международной конференции по безопасности в Москве. Он выступил с предложением развивать военное сотрудничество Ирана, Индии, Китая, России для противодействия решению НАТО на восток и противодействию размещения глобальной системы ПРО. То есть, он предложил, по сути дела, военный союз. На это тут же последовала реакция интернет-ресурса «Взгляд.ру». Кто знает, что это за интернет-ресурс «Взгляд.ру»? А вот он, по сути, чьи интересы-то он отражает, как правило? Ну, это очень близкий к Кремлю ресурс. И там была размещена странная статья. Вроде бы, Дехган работает в правильном направлении. Тем не менее, там была размещена статья, которая, по сути, высмеивала предложение Дехгана, что равно оскорблению, особенно, так сказать, восточного человека. Значит, в чем здесь ситуация? Вот аналитики, которым я доверяю, они, так сказать, дали такую версию. Значит, 17 апреля, на следующий день после этого, директор ЦРУ Брэннон, реагируя на критику за неэффективность ЦРУ, представил Обаме план будущего. То, что это произошло на следующий день, это неважно. Разработка работы над планом, так сказать, шла уже довольно, так сказать, долгое время. И, как правило, спецслужбы всегда это все знают. Причем, как говорят те, кто читал этот план, там содержится новый подход к кадровой работе, где очень много заимствовано из опыта КГБ СССР по организации аналитических служб, технических и других. И вот эта ситуация, которая складывается в треугольнике отношений, скажем, ФРГ США и наши союзники на Азии, она действительно, получается, неравный треугольник. И, возможно, вот эта публикация, на взгляд, РУ, она была организована для того, чтобы как-то успокоить противоположную сторону. Получилось из-за того, что, так сказать, трудно сказать, хотя, повторяю, это версия. Значит, что еще у нас произошло в этот период? Значит, 15 апреля советник главы Пентагона по кибербезопасности Розенбах объявил сенатором о готовности США вести кибервойны в мировом масштабе. А 17 апреля зам главы Пентагона Картера Уорг признал провал разведки США и подчеркнул, что за время кампании США в Ираке и Афганистане военной мощи Российской Федерации и Китая выросла. И вообще, такие вещи, как правило, такие заявления делаются для того, чтобы получить от правительства побольше денег. Но за вот этим заявлением действительно есть некая, стоит некая реальность. В тот же день, кстати, 17 апреля, Обама в специальном послании Конгрессу заявил, что писать законы мировой экономики должны США, а не страны вроде Китая. И вот то, что он это сказал, мне это напомнило в свое время, когда, так сказать, полупьяный Ельцин в Пекине говорил, глядя в камеру, что не Америка, не Клинтон будет писать законы, а мы с Китаем будем писать законы. То есть это проявление слабости. И вот это вот заявление Обама, оно отражает, безусловно, слабость Соединенных Штатов на данном этапе. Но, кроме того, Обама косвенно поставил задачу обеспечить уровень перед вооруженными силами монопольного диктата США в мировой экономике. И вот под решением этой задачи проводится перестройка армии и разведслужб. Очень интересная информация, которая, опять же, нуждается в проверке. На севере Ирака американцы создали два тренировочных лагеря для спецподготовки, так сказать, опытных бойцов. Причем в первом лагере там тренируют людей, у которых первый язык английский, во втором лагере людей, у которых первый язык арабский, и они сейчас срочно создают третий лагерь, где будут тренировать людей, у которых первый язык немецкий. Но все люди арабские. Значит, здесь что-то одно. Либо речь идет о подготовке групп, которые будут устраивать какие-то проблемы в немецкоязычных, англоязычных и арабоязычных странах, либо речь идет о том, что эти группы будут работать в тесном контакте, преимущественно, с людьми из спецслужб Германии, Англии и арабских стран. Одновременно, кстати, 12 апреля на Украину прибыли 58 инструкторов и старших офицеров армии США, и по структуре должностей ясно, что речь идет о создании регионального штаба оперативного командования сил спецопераций. Кстати, аналогичные лагеря развернуты близ южных и восточных границ Китая. Ну вот те, кто играл или знает, что такое игра ГО, это такое типичное выставление цепи камней вокруг, так сказать, периметра. И вот эта вот линия Россия-Китай, она нашла отражение буквально вот недавно, это уже в 2016 году, в Форнефест была статья Каплана, который дал такую цепочку событий, вот перспективы, которой Америка должна быть готова. Переворот в Кремле, частичный распад Российской Федерации, исламистская террористическая кампания в Западном Китае, партийная междоусобица в Пекине, политическая нестабильность в Средней Азии. То есть, смотрите, с одной стороны, значит, вот в Кремле происходят какие-то события, и чтобы Китай не мог вмешаться, Китаю тут же создают проблемы в Синцзян-Уйгурском автономном районе, это как раз Запад Китая, и провоцируется партийная междоусобица в Пекине. Тем более, что все основания для этого есть, поскольку Си Цзиньпин взялся за шанхайский клан, очень-очень круто, чуть позже я об этом расскажу. Ну и плюс политическая нестабильность в Средней Азии. И дальше Каплан пишет, это вот, мне пришло, вот как раз я прочел вот эту вещь, и сразу вспомнил эти записки свои по 2015 году про эти лагеря в Северном Ираке и близкие границ Китая. Значит, что пишет Каплан? США должны готовиться организовать контроль за российским ядерным потенциалом, защите прав человека в Китае, если режим решит подавить восстание силой. США должны опираться на силу и осторожность и действовать в условиях анархии, разваливающейся Евразии. По мере ослабления Москвы глобальное джихадистское движение будет заполнять собой вакуум и закрепляться в российских регионах и Средней Азии. Итогом будет сценария Югославия-лайт-сценарий. Значит, насилие и сепаратизм, захватив одну территорию, распространяться повсеместно. То есть, вот эта статья Foreign Affairs, Foreign Affairs создается в Советном международном отношении, по сути дела, там предлагается некая программа, некий прогноз, или самореализующийся прогноз, который фиксирует сразу удары по двум управлениям и по России и Китаю, плюс нестабильность в Средней Азии, чтобы Китай и Россия не могли быстро объединить усилия. В том же апреле произошла очень интересная встреча. Может быть, она не будет иметь такого значения, как встреча Франциска с патриархом Кириллом, но тем не менее, 20 апреля 2015 года римский папа Франциск I впервые в истории принял в Ватикане делегацию конференции, конференции с большой буквы конференции, раввинов Европы во главе с ее председателем и главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом. По его инициативе встреча состоялась. Это произошло сразу же после серьезного обострения на Украине. Встречающиеся не скрывали, что внимание будет уделено российской проблематике, ухудшению отношений между Российской Федерацией и Западом. Ну и кроме раввинов из разных стран, около половины делегаций РФ, это были крупные бизнесмены еврейского происхождения. Минс, Абрамов, Главатник. И вот эта встреча показывает, что Франциск I как бы фиксирует преемственность своей политики по отношению к Иоанну Павлу II, потому что тот был известным юдофилом, а про Франциска I пишут, что он побил все рекорды юдофилии, поставленные русофобом Иоанном Павлом II. И вот на этой встрече Франциск I сказал две фразы, которые журналисты зафиксировали. Первое он сказал с тем, что внутри каждого христианина сидит еврей, в религиозном смысле, конечно, не в этническом. И второе, что нельзя быть настоящим христианином, не признавая свои еврейские корни. Опять же, в религиозном смысле. То есть, это такое сближение, вот экуническое движение, оно прежде всего идет по линии сближения трех авраамических религий. И вот эта линия на сближение иудаизма с католицизмом, она совершенно четко просматривается. И, собственно, мировая религиозная организация, это ведь, по сути дела, альтернативная властная организация, поскольку все религиозные структуры, это, так сказать, структуры так или иначе властные, особенно... Значит, по маю. Очень важная вещь. 8 мая, это событие потом, выстрелив через несколько месяцев, в КНДР с подлодки была успешно запущена ракета, способная нести ядерный заряд. Кстати, вы обратили внимание, что как только начинают обостряться отношения Китая и Соединенных Штатов, вдруг в Корее происходит или испытание ядерного взрыва, или там Ким Чен Ын начинает говорить, что они могут достать Америку, китайцы их могут осуждать немножко. Мне это напоминает ситуацию, когда, так сказать, там выходит, так сказать, где-то на темные улицы маленький мальчик и говорит дяденьке, дяденька, дай рубль. Дяденька не дает, тогда выходит амбал и говорит, если ребенок просит, надо дать. И вот в этом отношении Северная Корея, так сказать, действует очень точно, вот как вот этот маленький мальчик, хотя, так сказать, взрослый дяденька может ее осуждать там. И тем не менее, вот это очень, так сказать, идет к мести. 10 мая произошел очень интересный и показательный нервный срыв у Меркель во время визита в Москву. Она была на переговорах с Путиным, а затем была совместная пресс-конференция, она здесь словно сорвалась, заявив на пресс-конференции, рядом стоит Путин. Она заявила о преступной и противоречащем международному праву аннексии Крыма. И дальше она сказала о том, что Российская Федерация подрывает основы общеевропейского миропорядка. Переводчики несколько смягчили ее фразу, они убрали слово преступный, но люди, так сказать, знают немецкий язык, Путин знает немецкий язык. То есть было понятно, ну, то есть Меркель допустила очень такую недопустимую резкость. С чем это связано? Ну, аналитики считают, что связано это с тем, что, приехав в Москву, Меркель уже узнал о том, что США смягчили свой курс по отношению к Российской Федерации. Керри прилетел 12 мая, но повестка готовилась 3-5 мая, потом была утечка, и было совершенно понятно, что, создав проблемы в отношениях Европы и России, американцы тут же, за спиной европейцев делают такие шаги, которые позволяют им, ну, либо их корпорациям получить какую-то прибыль, либо договориться с Россией о чем-то. И аналитики считают, я с ними согласен, что вот этот срыв Меркель, он был, это был эмоциональный срыв, связанный с тем, что она поняла, что американцы просто, так сказать, кинули, подставили. И тем более, что после переговоров с Керри 12 мая Лавров назвал переговоры чудесными. Это, так сказать, резкий контраст, вот, так сказать, с визитом Меркель. И очень интересная вещь произошла сразу после Керри, в Москву прилетела Нуланд. Сначала она была в Киеве 14-16 мая, а 17-18 мая в Москве. Она здесь общалась с заместителями Лаврова, Рябковым и Карасиным, и переговоры окончились ничем. Очень, так сказать, такие были кислые комментарии по этому поводу. И, ну, думаю, ситуация здесь такова, что Керри совершенно сознательно отправлял Нуланд, которая замазана полностью в киевских событиях. Вообще, нужно сказать, что она связана... Нуланд – это еврейка с восточно-украинскими корнями, она, так сказать, предки у нее из зоны Донбасса. Связана она с неоконами, и работала она в свое время учений в 2003-2005 годах заместителем. Замужем она за крупным идеологом неоконов Кейганом или Каганом из Брукенза. Очень, так сказать, такой серьезный человек, бывший советник МакКейна. Так вот, я думаю, что Керри специально отправил Нуланд, чтобы продемонстрировать ее полную непригодность для контактов с Российской Федерацией. То есть чудесные переговоры с Керри и Нуланд – это совсем из другой команды. А вот эта команда, она вообще ничего совершенно не может. 19 мая – очень интересная вещь, которая лишний раз... Ну, я всегда об этом говорил, но вот это лишняя такая, так сказать, деталь, лишняя черта, которая не позволяет иметь иллюзий по поводу Брикс. Поскольку у нас, наверное, говорят, там Брикс – альтернативный мировой порядок. 19 мая 2015 года замдиректора распорядителя Международного валютного фонда Минджу сообщил, что российской экономике необходимы реформы. Ну, это они все время говорят, это бла-бла-бла. Но он сказал очень важную вещь, что МВФ, вот здесь, внимание, разработал отдельные рекомендации для каждой страны Брикс. МВФ. Для каждой страны Брикс. А эксперты МВФ говорят, что, так сказать, вот Брикс – это один из локомотивов экономического роста во всем мире. Действительно, в 1995 году они обеспечивали 10% экономического роста, а в 2015 уже 30%. Кто-то спросит, а как же альтернативный мировой порядок, про который говорят, что создают Брикс? Если учесть, что конференции Брикс проходят, так правило, в Вашингтоне, то сомнений появляются еще больше. И тот же Минчжу выразил уверенность, что экономический рост стран Брикс – это результат сближения показателей развития государств Брикс из самых передовых мировых стран. Он даже назвал это конвергенцией под эгидой МВФ. То есть, под эгидой МВФ Брикс и старые страны сближаются. И действительно, Китай, Индия и Бразилия тащат на себя основную массу мировой экономики. За счет чего? За счет жесточайшей сверхэксплуатации огромной демографической массы. За счет того, что китайские олигархи эксплуатируют свои низы, за счет того, что индийские олигархи и капиталисты эксплуатируют свои низы, и бразильские свои, но у нас в основном эксплуатируют природные ресурсы. Потому что наше население в нашей климатической зоне, так как эксплуатируют китайцев и индийцев, не поэксплуатируешь. То есть, иными словами, получается, что Брикс, вытаскивая мировую экономику, они вытаскивают и доминирующие англосаксовки, и ядро, продлевая жизнь и ему, и системе в целом, и за счет вот этой сверхэксплуатации. Иными словами, Брикс и вот это заявление Минчжу лишний раз об этом свидетельствует, как сказал бы Налоков со стеклянной ясностью, это не альтернативный проект системы, это попытка пяти олигархических режимов выбить себе лучшие позиции в существующей системе, и успех здесь может быть только временным, ну, на 8-15 лет. Кстати, Запад из этого и исходит. Вот сейчас эти страны должны немножечко, так сказать, подтащить его, и пока он перестроится. Потому что на Западе сейчас идет перестройка корпоративного управления, и им нужна, так сказать, им нужна передышка. И вот Минчжу об этом 19 мая очень-очень четко сказал. Интересные вещи происходили в конце мая. Значит, 20-го числа в пространстве, контролируемом ПВО КНР, произошел очень опасный военный инцидент. Самолет-разведчик ВМС США Р-8 П-8 «Посейдон» пролетел над китайским искусственным островом, знаете, китайцы там насыпают острова в спорных водах Южно-Китайского моря. ВМФ КНР 8 раз потребовал, чтобы он убрался, но американцы проигнорировали. Сразу после этого инцидента агентство Синьхуа распространило заявление официального представителя политического департамента Госкомитета обороны КНДР о том, что КНДР вышла на этап миниатюризации и диверсификации ядерного оружия. То есть, американский самолет нарушил воздушное пространство, которое китайцы считают своим, и агентство Синьхуа тут же сообщает, а у КНДР есть бомба. Причем не просто бомба, она уже находится на стадии диверсификации и миниатюризации. И это превращает Северную Корею в военно-политического оператора на Дальнем Востоке Евразии, под боком у Японии, Южной Кореи и на Тихом океане. Что такое военно-политический оператор? По мнению нашего математика Денисова, это военно-политический оператор. Это локальное государственное образование с территорией, закрытость которой гарантировала международными договорами, суверенитетом и наличие мощных вооруженных сил, включая ядерное оружие. Эти территории используются для мест постоянной дислокации спецструктур и сил спецопераций. Но вообще, если посмотреть на Евразию, то таких военно-политических операторов уже несколько. У нас такой военно-политический оператор, кто на территории России такой очень важный военно-политический оператор? Чечня. Чечня, совершенно верно, Чечня. И какое-то время американцы, пока они не поняли, с кем они имеют дело на Украине, пока украинские чиновники высшего уровня не забросали Госдепартамент доносами друг на друга, и их совсем не затошнило, и они поняли, что это люди недоговороспособные, американцы колебались, Польша или Украина. Вот теперь они решили, что это будет Польша. Значит, Северная Корея – это локальный оператор Китая вот в этой зоне. Значит, это мы, так сказать, пропустим. Очень интересная вещь – это скандал с Блаттером. И он интересен не сам по себе. Значит, я не буду его очень активно вспоминать, что там было. Значит, вы знаете, что Блаттер сначала победил, потом в это же время были задержаны семь высокопоставленных чиновников FIFA американцами, и в связи с этим против переизбрания Блаттером выступили единым фронтом Англосаксы – США, Канада, Великобритания. Кто за Блаттера был? Французы, мы и Африканская конфедерация футбола. Это пусть не вводит никакое заблуждение. За Африканской конфедерацией футбола стоят немцы, ФФГ. Они там очень сильны. Сначала Англосаксы проиграли, но потом, мы знаем по принципу, так сказать, бульдога, они не остали, в конце концов, Блаттера до доверия. Однако, ряд аналитиков считает, что исходно сам скандал с Блаттером должен был отвлечь внимание от какого-то события. От какого? Вот ряд аналитиков, например, считает, что это был взрыв ядерного... То есть, это был ядерный удар в Йемене. Действительно, 20 мая в Йемене саудовские ВВС нанесли ядерный удар по позициям повстанцев-хуситов на окраине одного из йеменских городов. Иранская разведка посредством Хизбаллы распространила информацию, что с саудовского Ф-16 была сброшена нейтронная бомба израильского производства. И вот это было снято на видеокамеру, и скандал с Блаттером был призван вот смягшировать хотя бы вот это вот первое время, так сказать, первый скандал. Причем, действительно, вот я, честно говоря, я тогда не обратил внимания на то, что происходило в Йемене, потому что действительно меня захватил этот скандал по поводу, так сказать, Блаттера, это было связано и с нашим чемпионатом, а потом, так сказать, я футбольный болельщик, мне это было интересно, и вот я прошляпил этот момент. Значит, июнь. 7-8 июня замок Эль-Мау, Баварские Альпы, группа семи стран, Большая Семерка, они собрались для обсуждения вопросов глобальной экономики, прежде всего устойчивого развития. Я уже говорил, что как только вы слышите устойчивое развитие, так мой покойный учит Владимир Васильевич Крылов, он говорил в иных случаях, когда он там слышал, говорит, когда я слышу эту фразу, я кошелек сразу перекладываю из заднего кармана в нагрудный. Вот когда я слышал устойчивое развитие, и у нас, кстати, интересно, очень многие наши такие государственно-патриотические экономисты, они пользуются этим термином, они думают, что это что-то хорошее. Устойчивое развитие – это очень простая вещь. Это деиндустриализация, депопуляция и спасение западных экономик за счет всего остального мира. Так вот, значит, они обсуждали устойчивое развитие. Россию не пригласили, Шрёдер и Шмидт, бывшие канцлеры, Шмидт тогда был еще жив, охарактеризовали не приглашение Путина на встречу как ошибку, а Шмидт сказал, что вообще без России бесполезно собираться. И за несколько дней до встречи в Верхак, вот этой, в Эль-Мау, Викиликс опубликовал 17 секретных документов, которые проливают след за то, что происходит за кулисами этой встречи. Речь шла о переговорах, закрытых по созданию соглашения о торговле услугами, это так называемый ТИСА, в рамках транс-тихоокеанского партнерства. Переговоры по транс-тихоокеанскому партнерству ведутся в закрытом режиме уже два года. Страны БРИКС к этому не допущены. Еще раз напоминаю по поводу БРИКС вот эту вещь. И США готовят еще один проект, транс-атлантическое торговое инвестиционное партнерство, тоже за закрытыми дверями ведутся. Это такой торгово-экономический аналог НАТО. Ну и дело в том, что американские корпорации действительно уже 25 лет паразитируют за счет экономии других стран. В 90-е годы они выжили все, что можно из России и экс-социалистической зоны, потом шарапнут кризис 2008 года, и сейчас для того, чтобы им спастись, им нужно высосать соки из ряда экономики Евросоюза и Азиатско-тихоокеанского региона. И в этом смысле, конечно, встречи J7, они действительно становятся бессмысленной организацией и правильно совершенно было сказано об этом Песковом. Июнь. 5 июня Девельт немецкая сообщила, что в скором времени Министерство обороны Польши начнет вооружать военизированные организации, в которые вступают поляки, польские граждане, опасающиеся агрессии со стороны Российской Федерации. Ну, вы знаете, прекрасно, что есть только одна страна более русофобская, чем Польша, это Украина, ну, страна в кавычках, территория, вот, и на Польше этого тоже всего хватает. И вот начало деятельности было назначено, что в 17 сентября стартует этот проект, он действительно стартовал, 100 тысяч человек, патриотизм, территориальная оборона и, значит, вот, вооружение. Возглавил вот эту группу, которая называется Федерация оборонных организаций Польши, советник Министерства обороны Польши и НАТО в вопросах обучения украинских военнослужащих, генерал Пацек. И вот это вот все следствие истерии в Польше. Но очень интересно, какую, скажите, чью методику воспроизводят вот эти организации. Дело в том, что в начале 50-х годов в Малайе, тогда еще в британской колонии, было восстание, за которым стояли, ну, скажем так, хотя не звали они себя коммунистами, но это такие ультралевые ребята, и они очень здорово теснили британцев. И поскольку деколонизацию в Британской империи проводила, так сказать, Ми-6 и британские спецсилы САС, они нашли все-таки какой-то, не в какой-то момент, нашли решение, которое затормозило процесс, вот, сказать, продвижения коммунистов. Это так называемая стратегия укрепленных деревень в Малайе. То есть создавалась укрепленная деревня. Британцы приходили и говорили, мы защищаем вас, но вы должны вместе с нами противостоять, сказать, коммунистам. Затем американцы попытались реализовать эту стратегическую программу под названием «Городок» во Вьетнаме в 1963 году, но после убийства Кеннеди все это ушло в песок. Вот эти программы, значит, укрепленные деревни и городок, вот сейчас будут реализовываться в Польше на случай нападения России. Это при том, что в Польше, ну, нет таких законченных идиотов, которые полагают, что Россия может напасть. При всей русофобии там люди понимают, что Россия не нападет. Тогда зачем все это делается? Связано это с Украиной. Дело в том, что вот в конце мая, начало июня на Украине и в США произошли события, которые показывают, насколько, ну, Украина это не существующее государство, а вот некая, сказать, территория. Значит, 27 мая генпрокурор Украины Шокин внес предложение законодательно закрепить право граждан на приобретение и ношение краткоствольного оружия. Порошенко его поддержал. Однако 11 июня Палата представителей Конгресса США в ходе обсуждений закона проекта об осигнованиях на нужды Министерства обороны приняла поправку, запрещающую выделять средства на подготовку украинского батальона АЗОВ. Порошенко тут же заявил, тот же день, что формат гибридной войны меняется, не надо никому раздавать краткоствольное оружие, потому что теперь гибридной войны не будет, а Российская Федерация будет подрывать Украину изнутри, и нужно, значит, нам бороться против федерализации. Давайте отмотаем немножечко пленку событий назад, посмотрим, что вообще происходило перед тем, как 11 июня Палата представителей сказала, что АЗОВ денег не получит. Значит, Украина сначала, в конце мая, в начале июня Украина, вопреки Минским соглашениям, активизировалась в Донбассе. 1 июня взгляд РУН слил информацию о развертывании западного военного округа в ударную армию. 3 июня Матвиенко не исключила, что Совет Федерации проведет внеочередное заседание и попросила коллег не удаляться. Ясно, зачем внеочередное заседание. И, собственно, чтобы ни у кого не было иллюзий, 4 июня пресс-секретарь Писков подтвердил, что Путин может запросить у Совета Федерации возможность использовать вооруженные силы Российской Федерации на Украине. Вот на это США и отреагировали. 11 июня, что Азов ничего не получит, Порошенко взял под козырек и сказал, что гибридная война закончилась, теперь будем бороться против федерализации. Но это, помимо прочего, означает, что Украина не будет военно-политическим оператором. В лучшем случае там будут какие-то базы. Главным оператором будет Польша. Причем накануне вот этого 11 июня, 10 июня, а то есть 5 июня, после заявления Путина, что, возможно, он попросит Совет Федерации разрешить ему использование войск за рубежами, 5 июня Папа Франциск I пригласил неожиданно совершенно Путина посетить Ватикан. И 10 июня Путин посетил Ватикан, причем Папа подарил Путину медаль работы художника 20 века с изображением ангела-миротворца. То есть, как бы вот показывая, что ожидается. Ну и на следующий же день Путин принял эту медаль, а на следующий день американцы сказали, что не будут давать деньги Азову. То есть, вот это вот две недели, конец мая и 12-13 июня, это такая очень острая ситуация, когда, видимо, балансировало, нечто балансировало на грани. 22 июня Евросоюз, американцы по-своему отметили дату нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Значит, гадовщина нападения гитлеровской Германии на СССР, Совет ЕС, а я думаю, что дату они выбрали, конечно, не случайно. Продлил срок действия санкций против Российской Федерации до 31 января 2015 года. В этот же день министр обороны США Картер предупредил, что конфронтация с Россией будет длительная. Цитирую. «Мы не ждем, что Россия может измениться при Путине и даже в дальнейшем». Конец цитаты. В тот же день, 22 июня, генсек НАТО Столтенберг заявил, что на заседании министров обороны в Брюсселе 24 июня будет принято решение об увеличении сил реагирования НАТО до 30-40 тысяч человек. А в Восточной Европе будут развернуты 6 штабов реагирования. То есть, Вашингтон настроен на длительное противостояние, чтобы окончательно разрушить европейско-российские связи. Но в то же время, я не буду подробно рассказывать о нем, 18-20 июня состоялся Петербургский форум, который, вопреки всему, оказался на редкость успешным. Там было больше стран представлено и больше количества людей, чем в 2014 году. Курьезная история произошла в июле. 22 июля в Москву прибыла группа из 10 депутатов Сената и Национального собрания Франции. Во главе с депутатом Мариани, 8 из этих 10, это из правоцентристской республиканской партии республиканцев, во главе которой Саркази. Значит, один центрист, один левый. Значит, официальная цель составить личное впечатление о том, что там происходит в Крыму. Значит, они поехали сначала в Симферополь, потом в Севастополь. И депутат Национального собрания Дюик назвал отказ Франции передавать Российской Федерации вертолетоносцам Мистраль, кстати, один из них назывался Севастополь, крупной полидипломатической ошибкой. А сенатор Потца Диборга даже купил в Севастополе футболку с изображением президента США и надписью «Обама, ты чмо». Значит, причем ему объяснили, что это такое написано, но он радостно это купил. Но, собственно, вот это такой эпизод смешной, но не смешно другое, при том, что французы приехали и вроде, так сказать, улыбались. Мариани сказал, что возвращение Крыма закономерно, но он не сказал правомерно. То есть, если бы он сказал правомерно, это значит, что вот эта группа людей, она признала легитимность действий России в Крыму. То есть, французы дали понять, что они не признают легитимности вот этого акта. Ну и, кроме того, французы тоже прекрасно понимают, что эти американцы их подставляют так же, как и немцев. Ну, отсюда вот Обама чмо. Более интересные вещи связаны с историей с двумя Боингами. Значит, 29 июля Российская Федерация в Совбезе ООН наложила вето на принятие проекта резолюции о создании международного трибунала в отношении виновных в крушении 17 июля 2014 года малайзийского Боинга 777. Наши очень грамотно заявили те три причины, по которым они налагают вето. Американцы прекрасно знали, что вето будет наложено, но они, тем не менее, это, так сказать, такой бульдуржий англосаксонский принцип, которым мы, к сожалению, очень часто не пользуемся и полагаем, ну и ладно, ничего так сойдет. Ни в коем случае, здесь должно быть жесткое правило. Бросок должен завершаться болевым приемом, пока противник не заорет, сдаюсь. Значит, какие три причины наши предъявили? Первое. Расследование не завершено. Раз расследование не завершено, какие могут быть трибуналы? Второе. Четыре из пяти инициаторов проекта создания трибунала подписали соглашение о том, что информации о ходе результатов расследования катастроф разглашаться не будет. Ну и какой тогда трибунал? И, наконец, третье. Предложенная резолюция противоречит резолюции СовбезоОН 2166, которая призывала к проведению полного независимого объективного расследования. То есть мы урыли это совершенно спокойно предложение. Вот. Без всего этого, потому что трибунал превращается в закрытое судилище. Значит, что произошло в тот же день, когда мы заблокировали? 29 июля на берегу острова Реюнион, Индийский океан, был найден фрагмент крыла самолета, его идентифицировали как фаперон или элерон-закрылок, использовавшийся на Боинге 777, который пропал, первый тот Боинг, который пропал над Южно-Китайским морем. И нашли кусок чемодана и установили, что это все от пропавшего в марте 2015 года Боинга 200ЕР. То есть в один день была актуализирована тема гибели двух Боингов. И это при том, что ведь остатков того Боинга не нашли. Но вот 29 июля американцы в Совбезе он ставит этот вопрос, и мы его блокируем, и тут же вдруг появляются куски вот того Боинга. Это вещь не случайная, на мой взгляд, такое классическое парное событие. Давайте вспомним историю с первым Боингом, потому что она тоже очень интересная, и там тоже есть непроверенная информация. Но вот мне, я думаю, что, хотя она непроверенная, я думаю, она правдива. Значит, тот Боинг исчез в ночь на 8 марта 2014 года, находясь над Южно-Китайским морем. Значит, пассажиров было 227 человек, 154 из них китайцы, плюс 12 человек экипажа. Поиски сначала велись очень как-то странно. Китайцы начали давить на Малайзию, и 15 числа малайские власти сказали нехотя спой зубы, что самолет мог быть угнан. 17 марта министр обороны Малайзии Хусейн заявил, что система связи Aircraft and Communication Addressing and Repotent System, то есть это адресно-отчетная система авиационной связи, была отключена кем-то на борту самолета спустя 40 минут после взлета. А еще через 14 минут был отключен приемник-передатчик, который использовался для идентификации самолета радарами. В принципе, причиной угона, как считают аналитики, мог стать подозрительный груз, контейнер с биологически активным материалом военного назначения. Он прибыл в Куала-Лумпур из США через Сейширские острова на контейнеровозе, который ходил под флагом США, это контейнеровоз Майерск-Алабама, и сопровождали его сотрудники морской охраны Trident Group. Ее создали бывшие старшие офицеры сил спецназа и надводных сил ВМС США. Это очень серьезная структура. Значит, 17 февраля 2014 года, это еще до самолета, вот этот груз выгрузили с Майерск-Алабама и погрузили на рейс Emirates Airlines, который шел на Куала-Лумпур. После промежуточной посадки в Дубае, сопровождавшей груз двое высококвалифицированных спецназовцев ВМС США, нанятые Trident Group, 43-летний Кеннеди и 44-летний Реннольдс, были найдены мертвыми при подозрительных обстоятельствах. Значит, ну, груз был доставлен, вот эта тема с двумя этими, так сказать, трупами, она вообще исчезла, вот, так сказать, мысли их нашли мертвыми, все, больше информации нет. Значит, 8 марта, в день исчезновения Боинга, груз был отправлен рейсом MH370 из Куала-Лумпур в Пекин, однако, когда лайнер был уже в воздухе и вышел из зоны ответственности малайского авиадиспетчера, поступило сообщение, что китайские авиадиспетчеры по приказу китайских служб госбезопасности запретили посадку этого самолета в Пекине и отправили самолет в аэропорт Хайкоу, Мэйлан, это на острове Хайнань. Какова версия аналитиков по этому поводу? Я просто, у меня своей точки зрения нет, вот я привожу версию наших, так сказать, аналитиков. Они полагают, что доставка груза в КНР была, по-видимому, совместной операцией военных китайских и США, проводившей без согласования с властями КНР и, скорее всего, с властями США, это, так сказать, межвоенные какие-то игры. Поэтому, когда американцы поняли, что операция сдулась, что китайские власти что-то узнали и заблокировали, так сказать, вот все это дело, рейс был, самолайнер был перехвачен, его, так сказать, посадили на Атоле Гарсе, можно только догадываться, что произошло с экипажем и пассажирами, они потом никуда не, так сказать, так и не спыли, вот, и, по-видимому, их, скорее всего, ликвидировали. Но проблема заключается в том, что биологическая тема, тема, по мнению аналитиков, является ключевой и в гибели второго Боинга, который над Донецком сбили. И связана она вот с чем. Она связана с началом эпидемии вируса Эбола в Африке в 2013 году. В декабре 2013 года на находящемся под управлением ЦРУ в Гвинейском полигоне американская биотехнологическая компания Gilead Sciences, кстати, и здесь Венгард тоже приложила свою руку, произошла диверсия, вирус вырвался и началась эпидемия. Вот этот новый вирус, он дает непрерывный спектр мутаций, то есть быстро меняется, невозможно создать вакцину. И основные разработки вообще велись еще в 60-е годы специалистами германского концерна АТРАГ. Не нужно объяснять, что большая часть таких концернов уходит корнями в Третий Рейх и связана с Четвертым Рейхом. И работы шли также в Заире. Там одновременно с работой над природным вирусом Эбола велись работы с вирусом иммунодефицита зеленой мартышки. В результате двукратного усложнения структуры природного вируса был создан вирус иммунодефицита человека, который передается воздушно-капельным путем. Здесь есть информация, что АТРАГ, это нужно проверять опять же, передал образцы вот этого вируса иммунодефицита биоинженерам армии США из Форт Детрика, а те начали проводить полевые исследования. То ли немцы их не предупредили, то ли те сами ошиблись. И американцы полагали, что имеют дело с нелетальной модификацией типа вируса гриппа, и не зная, что инкубационный период ВИЧ 10 лет, они распыляли его через вентиляцию метро Лос-Анджелеса и других городов. Результаты известны. Почти такие же изменения были внесены и вот в Эбола-вирус инженерами Гиллиад на объекте Гринея. Теперь внимание. На борту рейса малайзийского Боинга, который сбили над Донецком, летела группа из ста медиков, биологов, специалистов по СПИД и Эболе. Они направлялись в Австралию на Конгресс. И там еще было несколько высокопоставленных сотрудников Всемирной организации здравоохранения. Они везли какие-то документы, очень опасные для Гиллиад, по поводу... И собирались обнародовать их на конференции в Австралии. То есть в обоих случаях мы имеем дело с биологически активными материалами, в обоих случаях это американцы, в обоих случаях это так или иначе связано с компанией Венгер. И вот эта актуализация темы Боинга ясно совершенно, что никаких остатков самолета быть не может, потому что его посадили. И то, что вдруг 29 июля оказалось там закрылок и кусок чемодана, ну это безусловно намек прежде всего тем, кто это организовал, что не стоит вообще поднимать эту тему. И, в принципе, конечно, эта тема с точки зрения заинтересованных лиц должна быть закрыта. Вот мы дотопали до июля, мы работаем с вами уже полтора часа. Значит, у нас здесь еще немножечко корейский кризис. И я закончу августом, а сентябрем, поскольку время... А в августе очень интересная штука была. Дело в том, что август это был месяц маневров. И если посмотреть, какие были маневры, то там страшное просто дело. Значит, 17 августа американо-южнокорейские маневры 22-го возобновились. В это время был как раз кризис между двумя Кореями. 20 августа во Владивостоке начались совместные военно-морские учения Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Первый этап был в мае в Средиземном море. Это морское взаимодействие 2015-1, а это вот 2015-2. Значит, 24 августа в Псковской области крупнейшее за последнее время учение коллективных сил оперативного реагирования к СОР, организации договора о коллективной безопасности взаимодействие 2015. Шесть стран, 2000 человек, 200 единиц техники, 1000 десантников, 40 самолетов. Задача – отработка, предотвращение отражения агрессии. В это же время, с 15 августа по 12 сентября, начались учения военно-десантников, натовцев, которые назывались SWIFT RESPONSE 15. У нас взаимодействие 2015-го, а у них SWIFT RESPONSE, SWIFT RESPONSE – это быстрый ответ. Там почти 5000 военнослужащих из США и 10 стран Европы, в том числе 82-я воздушно-десантная дивизия США, которая действовала в Европе впервые после событий Косово. Это самое крупное совместное мероприятие по подготовке ВДВ западных после Холодной войны. Значит, маневры имели целью, продемонстрировав способность НАТО защитить своих членов в Восточной Европе. Мало этого, 24 августа в Арктике начались наши маневры, межвидовое тактическое учение силы войск Северного флота. Тысячи человек. Правда, учение плановое. 24-29 августа масштабное учение в шести регионах страны на территории западного и центрального военных округов. Цель – отработка массовой перегруппировки и переброски войск. Ну, и 22 августа, еще заранее, было объявлено о сформировании 6-й ленинградской краснознаменной армии ВВС и ПВО, значит, истребители, бомбардировщики. А еще несколькими днями раньше было объявлено о формировании 1-й гвардейской танковой армии, оснащенной танками «Армата». Я думаю, не надо объяснять, что функция танковых армий – это прорыв эшелонированной обороны противника, глубокая наступательная операция, и пошла информация о том, что будет создана еще одна танковая армия. Совместные морские учения с Китаем имели, как говорят аналитики, две цели. Я согласен, что одна цель – военная, а вторая – это поддержка Си Цзиньпина, потому что в августе в Китае происходили очень серьезные проблемы. Дело в том, что вы знаете, что Си Цзиньпин занялся борьбой с коррупцией, и эти удары наносятся по представителям того клана, который противостоит Си Цзиньпину. Это шанхайский клан. 15 августа в Китае были взяты под контроль домашний арест бывший лидер Китая Цзиньзэминь и двое его сыновей. Также был ограничен в перемещениях сторонник Цзиньзэминя Цзиньхун. Но объявлено об этой акции было только 23 августа. Кто такой Цзиньзэминь? Он шанхайец по группе, по клановой принадлежности, возглавлял шанхайский горком партии, потом был генсеком коммунистической партии Китая с 1989 по 2002 год, председатель КНР с 1993 по 2003 год и очень долго начальник Центрального военного совета Народно-освободительной армии Китая. Это очень важная должность. Он крестный отец группировки шанхайцев, контролировавших госбезопасность долгое время, когда госбезопасность подглавляли Люгань, а затем Джоу Юнкан. При них госбезопасность имела бюджет 120 миллиардов долларов. Это больше, чем китайская армия. Значит, большая часть чисток, которую Си Цзиньпин проводит, направлена на разгром сети Цзянцзэминя. Интересно, что 10 августа Жэйминжибао послала черную метку Цзянцзэминя с такой очень характерной для Китая названием. Это такое романтическое название в партийной газете. Человек уходит, чай остывает. Это означает, уходя, уходи. Цзянцзэминь. Все, ты должен уйти. Но Цзянцзэминь, по-видимому, не понял или не захотел понять смысл. По крайней мере, через день, 12 августа, произошли два мощнейших взрыва и выброс ядовитых веществ в Тянцзэминь. Цзянцзэминь находится под патронажем, кстати, человека из Шанхайского региона, Хуан Синго. Если бы 700 тонн цианида натрия на складах Цзянцзэминя поднялись в воздух, и ветер подул бы в сторону соседнего Пекина, от Цзянцзэминя до Пекина, так сказать, не так далеко, то есть бы отменять и чемпионат мира по легкой атлетике, и парад, и день победы над Японией, то есть Си Цзэмпинь потерял бы лицо. И вот эти военно-морские маневры, они, помимо прочего, были, безусловно, таким актом поддержки Си Цзэмпину. Ну и, кроме того, очень четко китайцы сформулировали свою позицию с точки зрения глобальной политики. 24 августа издание Хуан Сюши Бао опубликовало статью, в которой говорилось, что военно-морские учения приурочены к параду в Пекине, чтобы продемонстрировать решимость Китая и России отстаивать послевоенное мировое устройство. Вот, я думаю, на этом мы остановимся, это полтора часа у нас. Значит, у нас не закрыт сентябрь, но в следующий раз, тогда мы поговорим о событиях с сентября 2015 года, это у нас будет конец апреля, значит, по март 2016. В следующий раз мы с вами встретимся в конце апреля. Значит, вот, если есть вопросы, давайте я попробую на них ответить. Да. Чем будет вам, например, в итоге штат в последнее время? Какие-то уступки, а вы что-то говорили? Какие-то уступки, какие-то уступки, какие-то уступки внутри штата? Вы знаете, вот французский геополитик Лобивьер, он давно уже пользуется термином внешние политики США, потому что речь идет о том, что комплексы, кластеры, транснациональные корпорации США преследуют совершенно различные цели. Это одна сторона дела. А с другой стороны, это может быть чисто, выражаясь простым языком, разводилова. Вот в 30-е годы в Великобритании было три группировки. Националисты, это мы за Англию, имперцы, хрен с ней, с Англией будет, пусть будет Британская империя, и глобалисты, ориентированные на Соединенные Штаты. Между ними были реальные противоречия. Но имперцы играли в свою игру с Гитлером, а националисты и глобалисты, скажем, нет, с Гитлером никаких там разговоров и так далее. Вместе они, с одной стороны, решали, боролись между собой, а вот этим танцем, хороводом они дурили голову Гитлеру. И задурили, в конце концов. То есть это типичная такая вот англо-саксонская манера создавать впечатление такой вот непонятности и создавать надежду на то, что можно договориться, а в какой-то момент, когда, так сказать, человек говорит бабушке, почему у тебя такие длинные зубки, выясняется, что зубки-то настоящие. Вот. Так что вот у меня другого объяснения нет. Так. И это вот что такое. Так. Мы обязались подкрепить. Так. Ну это отдельная вещь. Так, пожалуйста. Да. Андрей Викторович, у меня вопрос по поводу его интервью, да, в данных качествах, но они как бы могут вставляться из тем, что вы говорили. Значит, в интервью вы говорите завтра, 21-го года, 12-го года вы говорите, я уже не помню, я уже не помню, что я говорил тогда. Вы говорите, что вы говорите, что вы говорите, что у вас все оккультные сферы связаны с вопросом, романтическим уровнем, который будет больше и больше сетям присутствовать в науке. В этом году, в 2015 году, как это показалось? Можно сказать, единственный шаг, что он это сделал в маке. Вы знаете, вот это настолько хитрая вещь. Здесь мы очень идем по зыбкому, такому, так сказать, полю. Вот. Есть очень странная такая информация в интернете по поводу всяких оккультных вещей, но там больше пугалок и страшилок. Эти вещи присутствуют, но как вот они проявляются в том, о чем я говорил, я сейчас не готов ответить. Вы знаете, я думаю, что здесь все значительно более практическое, сказать, очень, здесь очень четкая фиксация, не надо везть, куда не положено. Вот, нет, здесь, думаю, что вот здесь как раз оккультных никаких вещей нет. По крайней мере, мне кажется. Да, пожалуйста. Нет, вы знаете, какая вещь? Лучше, вот лучше посмотрите, как откомментировало, я ведь не спеклывал этой теме. Посмотрите, я теперь, вот, я примерно представляю, о чем шла речь, но значительно лучше, если вы посмотрите, что по этому поводу говорит Четверякова. Она очень четко сформулировала позицию, я с ней в целом согласен. Сейчас. Вы знаете, какая штука? Это уже, так сказать, это форма. А по сути, ну, по сути, я думаю, что это ход в правильном направлении. Но я повторяю, мне трудно об этом говорить, поскольку я не специалист ни по Ватикану, ни по нашей, так сказать, ни по православной церкви. Я здесь смотрю, что говорят разные аналитики, и как это вписывается, вот, так сказать, в ту схему, над которой я работаю. Пока что ничего такого, так сказать, что противоречит этой схеме, в том, что сказал Четверякова, я не вижу. Сейчас, да. Я не знаю, дело в том, что я думаю, что, так сказать, Гвазев это воспринимает как нечто, так сказать, такое позитивное, не задумываясь о том, что за этим стоит. Потому что, ну, позиция Гвазева, она совершенно другая. Ну, хотя мне отвечать за Гвазеву очень сложно, это лучше, так сказать, Гвазеву задать вопрос. Но для меня вообще употребление слова в устойчивом развитии, это, безусловно, маркер. Я, кстати, всем рекомендую книжку Владимира Павленко «Миф об устойчивом развитии», где очень хорошо показано, что за этим стоит. Вообще, терминология такая штука, вот ты сказал термин, и ты сразу подписался под такие-то вещи, неважно, знаешь ты, сказать, это или нет. Незнание не освобождает от, незнание закона не освобождает от наказания. Да, он употребляет, я знаю. Да, пожалуйста. Дмитрий Ильич, по поводу экологического спидника, но в контексте того, что у нас здесь происходит, включаю вот эти вот, они, припомни, которые присутствуют. Муэр, который притащил сюда яблоко, и буранцов, который притащил туда Али. Понятно, чем и как он хотел, как голубарь, как возникли, что это может. Потому что, меня это направление лично касается, как разгребает. Матер, у нас тоже не каждый, не очень, не очень, не очень, пообщаться. Вот, ну и в этом контексте. Вот, если исходить, не заводь, когда они сюда попались, чем они сейчас занимаются, потому что, большинство обывателей очень сложно представляет, чего они делают эти фонды. Проиболее позитивно относятся, вроде там, спасти панду, ну и хорошо, конечно. На самом деле, как говорится, здесь совершенно не такая тема, потому что мы его добыча, допустим, явились генетическим террористом, просто потому что мы, Машка, отказали в том, чтобы чекировать полков на территории Калинии. И тут финские все, вся пресса, в чекении там, полторы, ввязала, что русские разводят волков в Калинии, а они будут перемещаться через финскую границу, спариваться с финскими волками, так и могут нарушать и на полку тень. Но тем не менее, вы добились, чтобы волков не чипировали, да? На самом деле, я просто сказал, я говорю, Машка, вот у меня такой, через определенный разговор, потому что, Машка, у меня есть информация, что Голомас занимается тем же самым. Потому что мой младший брат как раз занимается разработкой Голомаса. И вот как только он заметил, и чипы, там, а потому что, я и чем-то открою, нам есть, потому что, если ты собираешься снимать Голомасу, то чтобы прошел спецназ, нужно было через строк. Понятно. Ну и, соответственно, у нас противность всех. Другое дело, что дальнейшего от этого развития не получила, потому что мой товарищ, он является, скажем так, вятерем товарища, так называемого Пашинова, тот самый любимый проект, который Маша сейчас. Вот благодаря тому, что она стала выкачивать американские деньги, она это сейчас заявляет на том основании, что это американский проект. Несмотря на то, что Дядевай занимается этим вопросом. Да и вот в чем вопрос? Так вот, мне бы хотелось более глубокое понимание, потому что я разговаривал с конторами, они как-то вот сходят от моих вопросов. Да, включается очень много вопросов по белорусскому коридору, как сюда попадают товарищи, которых то ли не вложили в Англии, то ли объявили просто такой из них нефобратный. И вот, исходя из этого вопроса, здесь мой его племянник заделся вопрос. Он 58 лет, для которого мы знаем кунтов. Но когда я положил к нему подводные инвесанты, он говорит, а что он делал эти... Да, ну понятно, Кусто работал на разведку, это понятно. Вот, что касается всех... Ну, вот что касается вообще структур типа WWF и другого рода, ну, здесь все совершенно, так сказать, понятно. Они выполняют целый ряд функций разведывательных, дестабилизирующих. Ну, и, то есть, опять же, как вот во всех этих структурах, есть краткосрочные вещи, среднесрочные, долгосрочные. Это не природа охраны, природа охраны, это хорошая вещь. Экологические организации, ну, они отражают, безусловно, еще одну штуку. Вот Константин Черемник, я очень рекомендую ему, вот сказать, посмотреть в интернете статьи, экологизм, идеология современной западной элиты. Там он очень хорошо показывает, что экологизм становится действительно идеологией, которая позволяет обосновать сокращение населения, которая позволяет обосновать, так сказать, различия социальные, как биологические. Это тоже выводится, в принципе, выводится косвенно из этой системы. То есть, само появление вот этих структур у нас, я полагаю, что ими должны заниматься совершенно, как у нас любят говорить, компетентные органы, и их контролировать. Например, китайцы этим структурам разгуляться не дают и, так сказать, правильно делают. То есть, нужно в каждом случае внимательно смотреть, что они делают. Начиная вот от того, что вы сказали, там, волчьи тропы, это, ну, это, так сказать, такой пустячок. Значительно более серьезная вещь – это переформатирование сознания на определенный лад, когда вас убеждают, что там какой-то редкий вид паучка в Бразилии, он имеет такие же права на существование, как человек, давайте спасем этого паучка и, так сказать, что человек давит на его среду обитания. То есть, это, безусловно, вещь очень-очень вредная. И тянется она, на самом деле, она уходит корнями в Третий Рейх, потому что по, так сказать, таким вот целеполагательным, по вещам, связанным с целеполаганием, современная западная элита, по крайней мере, определенную, очень-очень многое взяла от Третий Рейховской. Поскольку Третий Рейх, я уже несколько раз говорил, это был очень мощный западный эксперимент во многих-многих отношениях. И в социальном отношении, и в научном, и в идеологическом. То есть, это была отработка в грубой форме, такого, так сказать, создания систем корректирующего поведения, социальной инженерии. И очень-очень много показательных, что очень много позаимствовали в Третий Рейхе американцы. У нас очень часто говорят, как они вывозили, так сказать, специалистам по ядерному оружию, но они вывезли не меньше психиатров, психологов, которые потом работали в ЦРУ над проектом «Ультра» и так далее. Да, пожалуйста. На Западе есть, пожалуйста, у вас силы, которые используются на пост-круге? На Западе? На Западе есть силы, которые используются на пост-круге? Знаете, здесь есть несколько точек зрения. Вот у меня есть один коллега, который работает в журнале «Газпром». Вот теоретически такие силы, так сказать, ну, такие силы должны быть. Но в общем контексте нынешней ситуации, и тем более, что недавно опять появился разговор, что болгары вроде говорят, да, давайте, так сказать, вернемся к этому. Ну, я думаю, что южный поток все равно. Силы могут быть, но главный патрон, это будет решать главный патрон. Разрешит он этим силам открыть рот шире положенного или нет? Думаю, что нет. Вот я как раз у меня сентябрь, у меня здесь лежит сентябрь, кризис беженцами. Вот я на этом остановился, но забегая вперед. Вы знаете, я думаю, что так называемый кризис с беженцами – это совершенно блестящая такая сетевая операция, военно-политическая операция нового типа, которая преследует сразу несколько целей, как всегда, с такими операциями. Самая простая вещь – это дестабилизация Европы. Это понятно. Дальше. Вместе с беженцами – это идеальный совершенно поток лишний для наркотрафика, оружия, там можно в нем спрятать что угодно. Дальше. Среди беженцев очень много крепких, здоровых мужчин. Это заброска такого материала, который будет давить на европейцев. Это один пласт. Но я думаю, что в беженцах, где стабилизация Европы, заинтересована определенная часть европейцев. Ведь что миграционный кризис продемонстрировал? Полную импотенцию евробюрократии. И вот очень интересно сказал премьер-министр Венгрии Орбан. Смотрите, что он говорит. У Европы, то есть миграционный кризис выявил, у Европы основательные проблемы с руководством. Наша политическая культура требует, чтобы руководство осуществлялось через институции. Мы предпочитаем, чтобы руководством занимались институции, а не личности. Сильные личности в качестве руководителей воспринимаются как угроза. Но в период кризиса Европе в качестве руководителей нужны сильные личности. В Европе есть очень хорошие лидеры такого рода, но они не хотят брать на себя руководство. Они прячутся за институциями. Нужен кто-то, у кого хватит смелости принимать решения, а потом нести за них ответственность. То есть кризис миграционный, кстати, как и украинский кризис. Вот эти два кризиса, помимо прочего, они показали полную импотенцию Евросоюза и его лидеров. И я думаю, что одна из задач – это подстегнуть появление в Европе нового поколения лидеров. Не таких, как Меркель, не таких, как Авант. Кстати, едва ли эти лидеры будут очень хорошо настроены по отношению к России. Но речь идет об авторитарных лидерах. Другое дело, кого авторитарные лидеры европейские мобилизуют в качестве поддержки, кто будет управляться с мигрантами. Ну и, наконец, третий пласт – это уничтожение идентичности различных европейских наций. И здесь обратите внимание, где больше всего мигрантов? В Германии. То есть, вот Англосаксы, когда в 1870-е годы поставили задачу, поскольку немцы бросили им вызов не только на уровне государства, но и на втором контуре, они систематически давили немцев. Первая мировая война. После Второй мировой войны они просто их духовно, так сказать, кастрировали, воспитав север проанглосаксонскую и профессорскую, так сказать, такую научную элиту и политическую. И в этом отношении, я думаю, что это добивается, помимо прочего, немецкой идентичности. Вот недавно пошла информация, что брошюру какую-то издала канцлерина Меркель, которая сказала, что в 2050 году не будет никаких немцев, а вся Европа – это будет такой турбулентный поток мигрантов, которые будут людьми, так сказать, разных совершенно национальностей, ну и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что миграционный кризис используется разными силами в совершенно разных интересах, как это очень-очень часто бывает. Здесь вам и наркомафия, кстати, ну так же, как «Арабская весна», одно дело – цели американцев, другое дело – цели наркогрупп Средиземноморья. То есть, вот миграционный кризис – это такая сложная, очень сложная штука, которая в сухом остатке – это, безусловно, ослабление Европы. Это совершенно, так сказать, понятно. Ну, вы знаете, здесь можно уже смотреть конкретно по лидерам, но, например, американцы в течение, повторяю, там, 50-70 лет, они растили, прежде всего, во Франции и в Германии, про-американскую, сказать, элиту. И Иоланд, и Меркель – это люди совершенно, сказать, марионеточные, которые управляемы. Ну, и Меркель не позавидуешься, она между молотом и наковальней. Немецкий бизнес, с одной стороны, который говорит с Россией, надо установить отношения. А американцы говорят, нет, надо, надо, и вот обратить внимание, она говорит то одно, то на самом деле, она говорит совершенно другое. Вот, так что здесь, в общем, сказать, позиция совершенно понятная. Пока что европейские элиты демонстрируют полную импотентность, и миграционный, и украинский кризис это продемонстрировали очень-очень очевидно. Может быть, одна из сверхзадач этих кризисов как раз и заключалась в том, чтобы лишний раз продемонстрировать полную импотенцию Евросоюза. Да, пожалуйста. В нашей ситуации, в нашей стране, у нас есть перед тем, кто говорит одно, правительство было другое. Вы знаете, я думаю, что это не столько морочение головы, сколько реальные противоречия, так сказать, двух групп. Я уже как раз в прошлый раз об этом говорил и несколько раз писал об этом. О двух группах, так как отказалось, формировались еще в конце 90-х годов. Двух групп в нашем правящем слое, приказчики и контролеры. Разницы, так сказать, по экономическому курсу нет, а с точки зрения суверенитета одни готовы сдать транснациональным корпорациям все и поддержать их и по Ливии и так далее, а другие говорят, медведь свою тайгу не отдаст. Но делают это очень непосредственно. Отсюда, вот, так сказать, такая разница. Так что это не для того, чтобы морочить голову. Хотя в сухом остатке эффект получается действительно морочение головы. Но я думаю, что за этим стоят, безусловно, реальные противоречия. Извините, я вас перебью. У нас вообще Украина выпала из поля зрения. Если вы посмотрите нормальный интернет-ресурс, там идет, так сказать, под Донецком настоящая война идет. Но у нас первый канал вообще это не показывает. Россия-24 кое-что показывает. Ну, интернет, там, сказать, ресурсы, анна, ньюс-инфо. Но все, так сказать, как бы вот в таком официальном информационном пространстве никакой войны нет, хотя она идет. То есть, для меня лично, очень странно просто, что наш банковский бизнес-давок, он не закрывает свои дочки в Украине. Даже вот в начале банки интернет-ресурс, в АТОБ, они платили полторашний процент на АТО. То есть, сейчас я приехал и читал там, в Украине, последний процент на АТО, то есть, постоянно, в принципе, в Киево, сейчас это поиск, если того можно нагреться, и экспроприация непосредственно. И, значит, меня удивляет то, что мы участвуем в МВЭ. Меня тоже удивляет. Да, когда, мне удивляет вообще, что мы участвуем в МВЭ тоже, но когда в идеале кранш у Украины, почему Россия так она вообще, на самом деле, считает, почему Россия не использует очаги экономического давления? Ну, вы знаете, я думаю, что есть олигархический интерес, который власть должна, так сказать, учитывать по целому ряду причин. Я думаю, там настолько взаимопереплетенный бизнес, что, знаете, когда-то в советское время я писал только одну газету «Советский спорт», еще регулярно покупал такой журнал ежемесячный «Спортивные игры». И вот там такие были злые статьи о канадском профессиональном хоккее, и в том числе, вот я помню, году в 66-м или в 65-м была злая статья про Бобби Халла. Там была карикатура на него, и он держит, значит, доллар в зубах, и написано «Доллар мутит разум». Вот это вот, я бы и сказал здесь, «Доллар мутит разум», когда деньги будут впереди всего остального. Ну, дело в том, что раз мы участвуем в МВФ, мы обязаны, значит, мы должны выйти сначала из МВФ, потом выйти из ВТО, и тогда вот. А уж если, так сказать, ты подписался, то… 18% акций МВФ принадлежат к значимости США, то есть, понятно, какие интересы продвигаются, и, с одной стороны, Путин был участвовал в искусственных соглашениях Минских, а с другой стороны, ну, вдвоем, вдвоем, вдвоем… Ну, вот это и есть гримаса глобализации, потому что если ты подписался под глобализацию и начал, так сказать, играть, если ты сел играть с дьяволом в карты, то в какие-то моменты ты будешь, так сказать, играть по его правилам. Можно еще один вопрос? По поводу… Я общаюсь с разными евроскептиками, ну, я знаю испанский язык, потом я участвую с испанцами, и у них есть такая база для укропа, то есть это… Угу. 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 Ну, вы знаете, де юро, может быть, Евросоюз и не распадется, потому что если они вот де юро распустят, это будет страшное, совершенно, так сказать, поражение, скандал. де-факто он может вполне распасться в нем будет такое каролинское ядро и все остальное но сейчас в связи с созданием трансалонтического сообщества торгового получается очень интересная ситуация я уже об этом говорил американцам нужно чтобы Евросоюз сохранился но чтобы он был слабый они работают на ослабление кстати миграционный кризис на это работает а вот та часть европейского европейских верхушек которые не хочет чтобы их съели и не хочет чтобы США сделал западной Европой то что западная Европа сделала с восточной в 90-е годы им нужно чтобы Евросоюза не было тогда никакого не будет трансатлантического этого сообщества значит вензоры части Сити, Ротшильды, Гвельфские аристократии Северная Италия и Германия вот они заинтересованы чтобы этого не произошло значит они заинтересованы в разрушении Евросоюза то есть одни работают на ослабление другие на разрушение но опять же речь идет о де-факто и де-юре я думаю де-юре они не осмелятся сказать что этот проект провалился потому что тогда получается что они 70 лет валяли дурака вот это знаете как когда накануне 20-го съезда КПСС обсуждался нашими верховными людьми вопрос что нужно вот сказать сказать там о роли Сталина и о том что партия главная жертва а не народ и так далее и так далее вот Хращев когда все это предложил Булганин сказал ну самое главное это чтобы мы при этом дураками не выглядели а если мы это все скажем а мы тогда где были вот то же самое у европейцев де-юре я думаю что они не рискнут сказать что все этот проект это уже совсем какой-то будет тотальный кризис но де-факто они могут сделать очень-очень много вещей что вот эти вот так называемые младые европейцы или новые европейцы они останутся с дыркой от бублика да пожалуйста Андрей Ильич касательно отследения введения нейтронного оружия на вашем взгляд чем связано отсутствие широкого освещения этого события в следствии проще узнать как тигра может и не является ли вот этот факт тем самым моментом где можно сделать бросок и завершить его болевым тренировым вы знаете большая часть наших СМИ она повторяет то что говорят западные СМИ западные СМИ сейчас все под копирку работают того что было 30-35 лет назад когда были разные СМИ вот 35 лет назад берешь газету Монт это одна позиция берешь Форестерн Экономик другая Иконамист третья Вашингтон пост четвертая вот с 90-х годов все это все единая матрица и ты можешь в принципе читать только одну английскую газету все подается одинаково кроме вот футбол подается по-разному очень вкусно подается футбол и очень по-разному все остальное под копирку поскольку у нас наши средства массовой информации они черпают оттуда ну естественно ну поскольку не стали вот это вот все что там скандал ФИФА вот а то что там в Йемене происходит а потом с точки зрения европейцев даже даже здесь дело не в том что они хотят это замолчать хотя это есть что такое для европейца Йемен среднеамериканец не знает что такое вообще где там Москва находится или Питер что-то они слышали вот а что такое Йемен ну это вообще просто неинтересно поэтому у нас они писали я повторяю с точки зрения информационной войны мы должны были вытряхнуть это все и сказать саудовцы мерзавцы они взорвали нейтронную бомбу а за саудовцами ставят Соединенные Штаты вот как они покрывают то есть масса информационных поводов для того чтобы устроить информационный мордобой и постоянно сбивать дыхание противнику не реализуется сейчас давайте сначала те кто не задавал вопрос да пожалуйста ну вот сегодня экзотическую версию утром уже уходя из дома прочел что Киссинджер озвучил сказать Путину что некий орден смерти к которому принадлежат Клинтон и Обама они готовят войну нет я думаю что я думаю что Киссинджер как человек который всю жизнь занимался такой вот челночной дипломатией и который в 45-46 годах был офицером связи между американской разведкой и советской и кстати в Америке очень многие почему считают что вот Киссинджер советский шпион на самом деле это канал связи классический я думаю что Киссинджер появился очень серьезную сказать ну не черную метку но что-то так сказать что-то серьезное объяснив что делать можно а чего делать а чего делать нельзя и что именно ну это может выясниться там в ближайшие 2-3 месяца но ясно что речь идет о Ближнем Востоке об Украине я думаю что то что сейчас на Украине идет война а мы про это ничего не говорим это может быть одним из следствий вот этого этого визита ясно совершенно что обсуждались серьезные вещи да пожалуйста да 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 я думаю что это просто обращение если бы это это был я думаю что если бы это был сигнал это было как-то бы сделано сказать по другому хотя я могу я могу ошибаться да еще раньше можем показать и соответственно обозрение отношений можете ли вы предположить то что великий литератур может быть стран Европы или какого-то бойкот в следующем чемпионате мира мы будем провести значит первая вещь спорт первая вещь спорт давно связан с политикой и у нас и на западе в качестве нас можно принести пример как в 52-м году из-за того что наша команда проиграла Югославом на Олимпийских играх причем первую игру мы проигрывали 1-5 сравняли счет 5-5 но на этом выдохлись поскольку у нас возрастная команда была и потом проиграли 1-3 и расформировали тогда и сборную и ЦДК расформировали на два года так что политика всегда связана скажем думаю что проигрыш блестящей венгерской команде в 54-м году немцам в финале 2-3 при том что они в группе сделали 7-3 это чистая совершенно политика это венгров отыграли немцам тогда значит так что спорт вообще сейчас спорт это одна из форм политики и бизнеса в спорте мало чего остается вообще от спорта вот что касается 2018 года да с одной стороны здесь может быть массовая манипуляция но с другой стороны корпорации уже вложили такие средства в этот чемпионат мира они получат такие прибыли от трансляции что я думаю что скорее всего все состоится деньги поделят потом будут выяснять отношения у вас была лекция про идеологию вы рассказываете фактически можно было сделать то что есть такие либо неофициальные идеологии но если подводите то что это конкретная идеология в России и сейчас она существует ну де-факто де-факто она существует это сказать то что называется сейчас либеральная идеология хотя она к реальному либерализму который умер между 1910 и 1920 годами она никакого отношения не имеет но есть некий идеологический комплекс я бы охарактеризовал как гешефтоденежная идеология главное деньги бизнес ничего личного но если это называют у нас либерализм то это либеральная идеология мне хотелось уступить к вашей формулировке насчет того какая идеология сейчас присутствует в Америке потому что формулировок много и однозначно в какой стране существует идеология то эта страна имеет определенное так сказать определенное преимущество вы знаете на западе слово идеология формально считается таким нехорошим словом они пристают говорить о ценностях и так далее они будут сейчас говорить о своих ценностях как о они говорят как о либеральных ценностях на самом деле это вот та же самая гешеркно-денежная идеология с точки зрения религиозной это безусловно уже постхристианство так что вы знаете какая вещь время идеологии в строгом смысле этого слова проходит потому что идеологии возникли в конце 18-го начале 19-го века как некие способы достижения будущего это марксизм либерализм и консерватизм и это была восходящая эпоха восходящего развития этой системы восходящее развитие закончилось этой системе остается чуть-чуть поэтому у умирающей системы никакой серьезной идеологии не может быть идеологией продлить себе жизнь но это идеология в самом широком смысле слова так что мы живем действительно в такое постидеологическое время когда просто какими-то идеями прикрывается элементарный грабеж элементарная прибыль и так далее они говорят так они не скажут вам они скажут либеральные ценности и в либеральные ценности входит масса того что на самом деле эти ценности отрицают например политкорректность политкорректность это отрицание либеральных ценностей да толерантность то же самое так что в этом отношении это чистая постидеология да пожалуйста то вы знаете финансировали тех, кто собирался через Рябушинского и Гучкова, они финансировали заговорщиков. То есть они соучаствовали. Но вот каких-то работ, которых специально это анализируется, я вам не назову, я их не знаю просто. Хорошо. Второй вопрос. Значит, вы мне упомянули в качестве событий 2015 года в Марке президент отменил свою поездку в Казахстан, и потом вообще... Вы обратите внимание, я говорил только о внешних делах. Я не говорил ничего о делах российских. Это совершенно отдельная линия. Вы имеете в виду вот эти 10 дней после убийства Немцова. У меня нет никакой информации по этому поводу. У меня есть несколько версий, они мне все кажутся экзотическими. Но, безусловно, что-то, что-то, так сказать, произошло. Я думаю, что убийство Немцова, это, безусловно, так сказать, черт-черная метка, потому что это был совершенно, так сказать, человек безвредный для власти. Он, так сказать... И самое главное, помните, как когда-то Юшенкова убили? Это тоже человек, вот, которого можно было убить, и никто не будет волноваться, но событие знаковое, резонансное, и будет много-много-много крика. Так что, вот, я говорил только о международной составляющей, поэтому я об этом ничего не сказал. На последний вопрос, значит, как это переведено ГЕССО? А. Значит, информация засекречена до какого-то 50-го года? До 2050-го года. Чем вы объясняете, хотелось, ваше мнение? Я думаю, что... Ну, я как раз уже говорил, несказав на эту тему. Я думаю, что ГЕССО, именно ГЕССО немцы, англичане пообещали, и это видно, потому как Гитлер то перебрасывал войска с Восточного фронта на Западный, там, скажем, 13-го июня. Я думаю, что, это моя догадка, англичане пообещали ГЕССО как минимум до 43-го года активно не воевать с Советским Союзом, максимум сыграть вместе с Германией. То есть, в сухом остатке британцы толкнули Гитлера на нападение на Советский Союз. Безусловно, это все понятно. А нет ли, значит, версии такой, что они ему рассказали, кто в Советском Союзе возможно выступит против Сталина при начале агрессии. Ведь выставили же было бы... О, да. Безусловно, очень может быть, что были даны гарантии, что в Советском Союзе произойдет переворот после первых же, военный переворот, после первых же поражений на фронте. И, кстати, обратите внимание, в ночь с 22 на 23 июня Сталин меняет военного коменданта Москвы. Кстати, вот эти все вещи очень хорошо разобраны детально. Я не со всеми выводами согласен, сказать, 100%, но детально это все разобрано в двухтомнике Мартиросяна предательства 22 июня. Но там были названы, скорее всего, может быть, я так понимаю, конкретные фамилии людей. Поскольку родственники этих людей до сих пор продолжают жить здесь, и не исключено, что с ними поддерживаются какие-то отношения, именно поэтому они... Едва ли англичане стали бы Гессу называть конкретные фамилии. Вот в этом мне что-то, сказать, что-то не верится. Это вот очень-очень не в духе англичан. Нужно, скажем, еще представить психологическое отношение англичан к немцам. Нет, это вот немцам могли англичанам назвать бы такие фамилии, а вот англичане немцам это вряд ли. Мне кажется, это мало вероятно. Так. Пожалуйста. Да, 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 да. Вот как бы настолько историческое событие, что я побоялся задать вопрос. Не надо бояться. За 70 с небольшим лет, да, впервые кому-то хватило наглости применить ядерное оружие. Что вы, что вы, это не впервые, это не впервые, сейчас я вам скажу, кто применит. Сейчас, секундочку. Я специально, я специально выписал, кто у нас тут применял. Это не, вообще-то, нейтронная бомба, это очень специфическое оружие. Знаете, в чем... Сажает все живое, оставляет... Да, 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 совершенно верно. То есть, там нет, так сказать, таких разрушений. Сейчас я вам скажу, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Я специально выписал, я тоже подумал, ах, мерзавцы, попробуйте, посмотрю. Сейчас, я вам скажу, кто. Декабрь 2001 года армия США применила тактическое ядерное оружие при штурме укрепрайона Торобора в Афганистане. 3 апреля 2013 года американцы использовали нейтронную бомбу при штурме аэропорта имени Саддама Хусейна в 20 километрах от центра Багдада. 23 августа 2011 года в подземном правительственном комплексе нескольких десятков километров от Вашингтона был взорван ядерный заряд, вызвавший в столице США землетрясение с магнитудой 5,9 баллов. Трестнул монумент Вашингтона, Капитолий и Пентагон эвакуированы, аэропорты Кеннеди и Нью-Арк в Нью-Джерси были закрыты. Так что... То есть, как минимум, три события. Три события? Я думаю, больше, на самом деле. А по всей вероятности, если это удалось замолчать, нам мировые СМИ? Вы знаете, мировые СМИ, они сейчас устроены не так, что там замалчивают. Ну вот, вброшен, так сказать, видео, сейчас не замалчивается, сейчас это топится в огромном потоке информации. Вы даже посмотрите, вот как работает, ну и только наши английские, какое-то важное событие. Тут вот, так сказать, тут в Индии упал автобус, сорвался. Тут, так сказать, одна поп-звезда мужского пола вышла замуж за другую поп-звезду мужского пола. То есть, там клип, 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 и уже до этих... И потом, с точки зрения 99% западного обывателя, ну то, что они бросили там эту нейтронную бомбу против каких-то хуситов, какие эти хуситы, вообще непонятно, и саудовцы вообще непонятно кто. Так что это не столько замалчивание, сколько вот такой вот огромной информационной, огромная волна информационного шума. Ну и вдобавок ко всему, нужно, так сказать, учитывать, что западный обыватель, даже американский профессор, это люди, которые вообще очень мало интересуются тем, что происходит в мире. Американский профессор, который занимается, конкретный пример, Боливии, он очень плохо себе представляет, что происходит в Венесуэле. Да, он знает, там был Угачавас, все остальное его очень, так сказать, мало. Это вот такая система, как говорит один мой знакомый, специализация на третьем волоске левые ноздри. Так что это не замалчивание как таковое. Эти механизмы отработали, это понятно, но по всей вероятности кинули не на реальную цель, не на крупный город, а, видимо, что-то типа полевых испытаний. Нет, 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 нет. Около окраине этого города были воинские формирования повстанцев-хуситов, вот по ним и, так сказать, в сандалии, заполучив фашист гранату. Так что вот. Поехали, может быть, есть такая версия, что наводнение цунами японской, в частности, с 2011 года. Фукусима. Да, были в Индрензийской цунами, были вызваны подводными взрывами ядерных бомб. Есть такая версия. Есть. Очень возможно. Тем более, что кое-что наша одна станция сейсмическая в Ленинграде зафиксировала, в Питере зафиксировала некие вещи, которые больше никто почему-то не зафиксировал. Хотя не зафиксировать было нельзя. Но это отдельная тема. Я в свое время, года три назад, на эту тему что-то говорил. С учетом того, что наши военные сейсмологи очень активно занимались фукусимой, в общем-то, где-то там 50 на 50. И, в общем, фукусима очень так случилась вовремя для определенных вещей. Возможно, но нужно конкретно смотреть, потому что не надо сбиваться уже, так сказать, во всем, во всем. Вот, скажем, помните, было тогда страшно совершенно, так сказать, на Гаити вся эта история. Вот это очень похоже на испытание, потому что, ну, Гаити не жалко. Вот если бы с Кубы, это был бы жуткий скандал. А Гаити, ну, их не жалко, потому что они там живут в таких условиях. Вот тут мне рассказывали, я был на Кубе недавно, и мне кубинцы рассказывали, что вот Доминикана – бедная страна. Но, тем не менее, из Гаити туда люди приезжают из сезонной работы. Сезонная работа заканчивается, и эти люди убегают в леса, чтобы их не отправили назад. Их потом в лесах там отлавливают, причем Доминикана – очень бедная страна. Но Гаити – это не бедная страна, это просто социальный ад. Вот поэтому они прячутся, стараются спрятаться в этих местах. Да, сейчас, секунду. Да, пожалуйста. Сейчас разберемся. По поводу глобализации. Смотрите, интересная, вот из-за того, что у нас есть предупреждение, что в наших местах это все очень интересно отражалось, очень празднично. И про это прошла еще одна информация. О том, что в этих местах это неизвестно, которые были еще в 2012 году, и, по-моему, даже раньше. Почему-то именно в этот день пошла информация о вопросах. Какие-то люди там существуют? Вот у меня есть социального? Не знаю. О чем? Как между собой именно информационные такие вот подслужные спросы? Не знаю. По поводу того, что вы с каким-то механизмом будете справляться, очень плачь. Не знаю. Вы здесь знаете, это может быть так, может быть не так. Это помните, как... Ну, вы знаете, мне не хочется уподавляться. Помните, как в приключениях Буратино, когда там, так сказать, Буратино падает, когда его Лиса Алиса и Кот Базильева привязывают, потом, так сказать, его снимают, и там Мальвина приглашает там Богомола, еще кого-то, и там кто-то из них и говорит, пациент скорее мертв, чем жив, пациент скорее мертв, чем жив, если он мертв, его можно оживить, если он жив, он может умереть. Вот не знаю, и вот не хочу уподавляться. Скорее всего, нет. Не вижу прямой связи, но я могу ошибаться. Может, есть какие-то хитрые вещи, которых я не знаю. Да, да. Андрей Ивич, у меня вот такой вопрос. Есть замечательное такое семейство, Рошли, да? Замечательно, да. Я вот читал, где-то на эти поверхностную информацию, там они вот, откуда произошли, вот, как-то сыновей там было, и у них вот есть женская часть, причем прямые, потом. И среди них часто встречаются зоологи, энтомологи, атомологи. И мне прям вот на мой взгляд такой страшный. Что-то как-то связано с мирным фондом Дикаперона, нет, вы знаете, я думаю, что здесь что-то... Я вам еще больше скажу. Очень многие крупные британские разведчики, вышедшие на пенсию, вот, у них очень много орнитологов. Очень много орнитологов. Вот. И в одном из Джеймс Бондовских фильмов, это даже обыгрывается, там на Ямайке, Бонд берет, скажем, книгу, там птицы Ямайки, и там, я не помню фамилию, это очень известный орнитолог, бывший очень крупный разведчик. Я затрудняюсь сказать, но действительно, вот, я не думаю, что здесь прямая связь есть с фондом дикой природы, но, по-видимому, какие-то вот склонности к этому есть. А потом, вы знаете, скажем, та же орнитология, это очень хорошее прикрытие. Вот человек, если ты ездишь в экспедиции, это очень хорошее прикрытие, которое потом становится любимым занятием. Да, пожалуйста. Я прошу прощения, что вырываю ваши слова из контекста, но несколько минут назад, говоря по поводу вот этого взрыва, ты сказал, что это был хороший повод для того, чтобы прицепиться. Конечно, конечно. Но я здесь вам возродил, что-то заявляться некому, собственно. Потому что России суверенитета нет, и это поможет по простым причинам. Ну, скажем так, частичный суверенитет. Для суверенитета нужна экономическая база по Марксу. Ну, в общем, Маркс не занимался проблемами суверенитета. Вы знаете, тем не менее, у нас бывают периоды такие обострения информационной войны, когда мы что-то используем. Но в данном случае вот это использовано не было. Что касается суверенитет, ну, смотрите, у нас есть Russia Today. Да, у нас значительная часть наших СМИ, она финансируется нашими олигархами, которые встроены в глобальную систему. Но есть и другое. Но право в том, что у нас суверенитет. Это, безусловно, пока, кроме того, мы, вот это, что такое баллонская система? Это нарушение суверенитета в сфере образования. Посмотрите внимательно вот эту программу 5100, что 5 вузов у нас к 2020 году должны войти в сотню лучших. Там какие условия? 30% студентов иностранцев, 30% преподавателей иностранцев, иностранные программы, ректор иностранец, корпорации заказывают. Меня только одно утешает. Дело в том, что из 5 вузов, которые, значит, подписались под это, они должны в 2020 году войти. И четверо сказали, не в 2020, а в 2025 вы денежки, только дайте. А высшая школа экономики, она вообще не назвала срок, когда войдет. И у меня надежда на то, что они деньги эти попилят, и ничего не получится. Так что, это такой русский ход событий. Вот, но, по сути дела, вот этого 5100, ну это, конечно, подрыв суверенитета в сфере образования, конечно. А сейчас же была информация о том, что 5 вошли. Они участвуют в этой программе, но они не вошли еще по показателям. Они им дают деньги, они не вошли еще по показателям. Не, не, МГУ вообще в этой программе не участвует. Не, 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 МГУ не участвует в этой программе никак. И пока Садовничий там сидит, не будет участвовать. Я думаю, что и вообще не будет. Да. У меня есть предположение, что я позвольте, что я позвольте мне эти сбрытивания. Я, вот, я вот государство, который на Украине, в Сирии, мне кажется, что Россию используют как дубинку для действия волевая из рук, друг от друга, то США, а Евросоюз? Нет, вы знаете, Евросоюз, чтобы чего-то у кого-то вырвал вот этот вот политический, искать импотент, чтобы вырвал чего-то, нет. Вы знаете, Другое дело, что, скажем так, вот, единственная страна, которая может использовать нас в своих интересах, точнее, группировки этой страны, это, безусловно, Соединенные Штаты, Штаты Америки. Но вы посмотрите, что после 2007 года, какое, как изменилось там отношение, сказать, к России. Исправните отношение к России Ельцина и к нынешней России. Помните, как Лос-Анджелес Таймс отреагировала бешено на мюнхенскую речь Путина? Хотя она была довольно спокойной, но по сравнению с ельцинским периодом это был кошмар. Кто помнит, как называлась статья в Лос-Анджелес Таймс по поводу выступления Путина в Мюнхене? Вожь, которая зарычала. Ну, понятно совершенно, что ситуация меняется. С другой стороны, ясно совершенно, что в силе интереса Газпрома и государства российского совпали. Понятно все. Нужно исходить из реалий. Да, сейчас, секунду. Сначала зададут те, кто не сдал ни разу. Да, пожалуйста. Скажите, на Глазевском форуме вы говорили как-то, что... Я на Глазевском форуме никогда не был. В заседании Глазевском рассматривалась теория водорода как альтернативного источника. Да, и недавно Поливанов у меня выступал на семинаре с этим. Есть ли какие-то, на ваш взгляд, перспективы здесь у нас и какой может быть ваш прогноз? Ну, вы знаете, я не спец. Поливанов говорит, что есть перспективы. Вот, он спец. Ну, наверное, есть. Не знаю. Сейчас, 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 сейчас. Да, пожалуйста. Возьмите, я хотел бы узнать поражение рубль и цели и возможности нашего куда-то решения Теревского. И, по поводу, по поводу, среди многих, в некогда, что ее склебают. Вы знаете, какая вещь. Вот, как все политики. Есть разные заинтересованные группы. Вот, определенная часть американского истеблишмента заинтересована, чтобы Эрдоган ушел. И определенная часть европейцев заинтересована в том, что Эрдоган ушел. Эрдоган сделал, с точки зрения военного европейского истеблишмента, ужасную вещь. Вы знаете, что такое Гладио? Это такая сеть военно-террористической стран НАТО, у которой было турецкое ответвление. И когда Эрдоган вошел в конфликт с турецкими военными, он, по сути дела, эту турецкую ветвь, ну, если не обрубил, то очень сильно покромсал. Ему этого простить не могут. То есть, Эрдоган должен уйти. А с другой стороны, Турция, безусловно, нужна определенной части западного истеблишмента для того, чтобы постоянно портить нам нервы и не дать нам развернуться в Сирии так, как нам бы хотелось. Так что здесь очень такой сложный клубок интересов. И здесь возможны всякие варианты. Я не исключаю, например, в какой-то момент США и Россия достигнули каких-то соглашений между собой, но тогда нам придется объясняться с Ираном, американцем, с европейцами. И я думаю, что вот это заявление недавнее о Хаминеи, о том, что хотя Иран и Россия союзники, но это не значит, что Иран будет одобрять все, что делает Россия. Я думаю, что это Хаминеи намекает на то, чтобы никаких договоренностей за его спиной. О возможностях России в Сирии. Ну, понятно совершенно, что одними бомбардировками проблему не решишь. Это просто удерживает на расстоянии игиловцев. Наземную операцию, ну, это, так сказать, очень маловероятно. Я думаю, что парадоксальным образом американцы своей цели на самом деле в Сирии добились. Единая Сирия, и даже если будет такое государство на карте нарисовано, на бумажке, на холсте, как нарисован начат на холсте Сирия, ну, там на самом деле будет три зоны Суницкая, Курдская, и вот эта, вот, так сказать, полосочка, которая так нам нужна, чтобы Катар не вышел со своим газом в Европу, это Алабиты, я думаю, что де-факто это уже есть. И единой Сирии нет. Вопрос, там, скажем, останется, там, не останется, но это уже вопрос 33-й для мировой верхушки, да и для нашей, я думаю, тоже. Вы знаете, вот была информация недавно, что появилось у ИГ, появились уйгурские соединения, и это очень серьезно, потому что, например, у Талибан, уйгуры, серьезный народ уйгуры, это спецназ разведка, и если уйгуры появились у ИГ в Сирии, то это очень серьезно. Если это так, то там, скорее всего, появятся китайцы. Мне кажется, просто из Китая нам самим никак не будет решить. Я думаю, что из Китая этот, знаете, вообще этот вопрос нерешаемый, но повторяю, главным образом, то, что нет теперь единого государства Сирия, ведь задача американцев кромсать большие государства на Ближнем Востоке. Ну, вот они Сирию все-таки раскромсали. Экономический вопрос, там, это решение экономики, да, и вопрос большой войны на Востоке. То есть, как бы, если разведать? Ну, вы знаете, какая вещь, даже если вот сейчас в Сирии будет затишье, безусловно, будет курдско-турецкий конфликт тлеть, там постоянно будет, там, в этой зоне будет постоянно тлеть конфликт, потому что, вы знаете, вот когда существовала Римская империя, римляне могли держать варварские племена под контролем, замерять их. Но как только после Тиберии, особенно после Марта Аврелия, все поехало вниз, вот вся эта зона 200-250 километров от границы с Римом, в углу Барбарикума, это стала зона постоянной войны. Я думаю, что вообще военных зон в мире будет становиться все больше и больше, потому что ни у кого, ни у американцев, ни у нас, ни у Китая, нет средств контролировать те процессы, которые идут в мире. Ну, то есть, некие зоны можно контролировать жизненно важные, там, где нефть, там, где чисто и светло, а вот остальная часть, она будет становиться все более и более такой хаосогенной. Сейчас, секундочку. Вы знаете, с учетом того, что и Насар, и Асад, это были люди, которые были тесно связаны с выходцами из Третьего Рейха, и что значительная часть эсэсовцев ушла не только в Латинскую Америку, ну и на Ближний Восток, кто-то даже формально принял ислам и мусульманские, скажем, арабские, скажем, имена, по логике он должен присутствовать там на Центерне. Как это проявляется, сказать, трудно. По логике он не может там не присутствовать. Сейчас, 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 не все еще кто-то хотел. Да, пожалуйста, вот там. Это не я, это математик Денисов, который я процитировал. Ну, вы знаете, я могу только одного, вот в Европе, назвать Косово, безусловно. Ну, это связка, это связка, все-таки Косово. Вот, значит, ну, за пределами Евразии, поскольку Африка и Латинская Америка сейчас не зоны боевых действий и острого противостояния, там, можно сказать, там этого нет, там этого нет. А вот в зоне Евразии это вот то, о чем, то, что мы назвали, вот плюс Косово. А Российская Федерация? Нет, Российская Федерация слишком большая страна, чтобы быть военным, военным оператором. Это должно быть нечто небольшое. Да, пожалуйста, вот там сзади. Прошу, Банилович, на следующий вопрос, хотелось бы просто связать два монета, о которых вы сказали. Первое, что в Америке, естественно, несколько внесток политик, соответственно, много. Несколько внесток политик, там, 3-4, и много использования ядерного роста. Скажите, а почему-то тогда не отходить с овощами, с этим забывателем, с нашим простым движением, хотя наши в пути, где ради правильных Effort меня нападений, оснащены в общем, где те кто меня вернулся, при помощи ее в получении, и поэтому не вкладывай. Наши промолчают. А почему же мне не отыграло тогда это? Потому что, ну, гений, это баллон-пандемский пролейх. Это адвентский залит, это практически артерия, по которой идет нет, И любое, а уж тем более, ядерная атака в этом месте должна была, ну, это культирует не кто-то 200, кто-то 250, кто-то важен. Нет, это не обязательно, потому что локальный удар был нанесен. Кроме, если бы иранцы вообще об этом не сообщили, то это было бы некое локальное событие, которое так осталось бы ограничено этими рамками. Вы знаете, вот нанесенный на окраине городка в Йемене по куситам удар нейтронной бомбы, нет, это слишком мало, чтобы нефть подскочила до 200. Нет, это слишком мало. Время уже там было, американская... ...силансовый газ, который сейчас показал, вот почему же эти группы не воспользовались? Ну, вот почему не воспользовались, не знаю. Я думаю, что, я думаю, что здесь, вы знаете, чем больше участников, я просто предполагаю, у меня прямого ответа нет на этот вопрос. Я предполагаю, что чем больше участников и чем больше заинтересованных сторон, тем сложнее вот некое вот событие А и следствие событие Б. Но если между А и Б еще есть масса всяких других буковок, то здесь вот это все амортизируется и событие развивается по своей логике. Ну, вот у меня лучше ответа нет на этот вопрос. Ну, давайте попробуем. Насчет чего, насчет чего? В Москве 2-3 миллиона? Это что-то маловероятно. Ну, вы знаете, вот когда соберутся, тогда я чего-то по этому поводу скажу. А вот пока что ничего сказать не могу. Сейчас, кинтент, давайте сейчас зададут, да, пожалуйста, те, кто ни разу не задавал. Вы знаете, вот так устроен современный мир. Что мы значительно больше знаем о том, что происходит за пределами страны, чем у нас внутри. Что значит, так сказать, патриотический клан? Ну, вот когда будет проведена действительно национализация, там, Центробанка, когда будет придавлена пятая колонна финансово-информационными средствами, ну, тогда вот я скажу, да, вот есть патриотический клан. А пока что есть шаг вперед, шаг влево, шаг вправо. Что касается внешних сил, дело осложняется вот чем. Поскольку внешняя политика и экономика штука многовекторная, то я полагаю, нет вот такой, вот это наш союзник во всем. Вот, скажем, группа Ротшильда, по одной части она нам союзник, а по другой части она нам союзником никак быть не может. То есть, это вот такая очень, так сказать, хитрая международная ситуация, она калейдоскопична. И она осложняется еще тем, что... Вот государство... Было очень просто, когда была большая игра в центральную азию. Вот Британская империя, вот Российская империя, сейчас государство, транснациональные корпорации, спецслужбы, как самостоятельные агенты. Вот в Федеральной резервной системе в какой-то момент, чтобы накачать рынок, она создала и Венгард, и Блэк-Рока, они стали совершенно самостоятельными игроками. И это все очень и очень переплетено. Для того, чтобы вот мне ответить на ваш вопрос, мне просто нужна вот схема, кто с кем связан, и по каким вопросам? У меня этой схемы нет. Я даже не уверен, что она есть, там, ну, скажем, у спецслужб, иначе бы у них не было такого количества провалов и ошибок. Поэтому я на ваш вопрос просто не смогу ответить. Кто вы? Секунду, секунду. Да, пожалуйста. Как считаете, не является таким же самостоятельным, как и события, которые мы говорили, 9-11, в Москве, в Дагестане и в Болгограде? Есть несколько версий этого. Есть версия, что это самострел. Но дело в том, что вот по 11 сентября там уже настолько все ясно, а вот здесь есть за, есть против. Вот по 11, вот скажем, по фокусиме, когда меня спрашивают, это 50 на 50. А вот по 11 сентября это настолько ясный случай, с ним даже, так сказать, сравнивать другое нельзя. Понимаете, с другой стороны, после не знают потому. Но я не исключаю, что это вполне мог быть и самострел. Потому что политика штука циничная. И если американцы не пожалели, власть везде в этом отношении одинаковая, как Мандельштам говорил, власть отвратительна, как руки продобрее. Если американцы не пожалели 3-4 тысяч, то, так сказать, и не китайцы, никто не пожалеет. Так что я не исключаю такой возможности. Копать надо. Да. Да. Вы знаете, у Киссинджера однажды спросили, когда его назначили помощником по национальной безопасности, его спросили, вы будете совершать ошибки прежней администрации? Он сказал, нет, мы будем совершать свои ошибки. Вот. Здесь дело в том, что аналитика с определенного уровня – это искусство. А в любом искусстве очень важны личностные характеристики. Поэтому вот ремесленнику очень легко давать советы – делай вот это, вот это, вот это. А аналитика с определенного уровня. Здесь должна работать интуиция, социологическое воображение, которое нужно специально тренировать. Поэтому, скажем, у меня студенты, которые, вот я читаю лекцию «Теория истории социальных систем» в Московском университете, ну вот они должны художественную атлетику читать, в том числе Маркеева, Гераева, Ефремова, Шпанова, какие-то другие вещи. Это делается, это связано не с тем, что нужно осваивать эту литературу, это бомбардировка сознания на предмет того, чтобы вырабатывалось воображение. Вот. В самом общем плане, 3-4 языка. И очень внимательно следить за тем, что происходит, и пытаться это связывать. Ну, конечно, это легко так очень сказать. Вот. Это же, наверное, что давайте построим Китайскую стену, но будем по кирпичику. Так что, ну вот у меня лучшие ответы нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, пожалуйста. Ваша аналитика обратилась на нашу, или у вас есть сообщники? Сообщники, вот, вот, сообщники, да, это подельники. Есть ли заказ на вашу аналитику? Нет, заказа нет на мою аналитику, никто мне не заказывает. Мы занимаемся тем, чем считаем нужным, сами себя обеспечиваем информацией. У меня есть несколько коллег, но у нас нет такого вот института, там, с должностями. Есть несколько людей, которые постоянно работают, читают и обмениваются, обмениваются информацией о происходящем. Ну, и, так сказать, что-то готовят вместе, какие-то, какие-то издания. Есть люди, с которыми я консультируюсь. Скажем, вот, при подготовке вот этих вещей есть два-три аналитика, с которыми я советуюсь использовать то, что использую их на работе. Хотя, естественно, я их интерпретирую в своих терминах и в рамках своей теории. Вот это по поводу сообщников и подельников. Подожди, да. Андрей Ильич, а вот недавнее событие с урожанкой из Средней Азии, которое избавляет ребенка, вот, на Ваш взгляд, это сигнал, кому это выгодно? Нет, я думаю, это не сигнал, это попытка дестабилизировать ситуацию. Это попытка дестабилизировать ситуацию. Ясно совершенно, что это такое наведенное, знаете, такой термин есть, наведенная психическая эпидемия, но она может быть, так сказать, индивидуальной. Человеку могут внушить там. Это сделано было для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Но, по-видимому, эта попытка провалилась. По целому, ряды вещей из этого ничего не получилось, пока, по крайней мере. Дестабилизировать ситуацию, дестабилизировать ситуацию, по примеру, Европы, да? То есть очень много... Нет, у нас, вы знаете, у нас, по примеру, Европы не получится. У нас, так сказать, все-таки другая страна. Это была, так сказать, попытка вызвать такой всплеск антимусульманских настроений и вызвать, так сказать, конфликтную ситуацию. Но из этого ничего не получилось. Вот ведь, смотрите, к чему еще приводит прием миграционный кризис. В Европе осела очень большая группа здоровых, совершенно крепких мужиков, которые могут в случае конфликта выступить в качестве организованной силы. Ясно, что противостоять им будут лучше. Вот если противостояния будут, это вот не те, кто бегал там и, так сказать, в полицию звонил, когда жену насиловали, а, так сказать, крепкие ребята такого правонационалистического толка. Вот вам тезис и антитезис. Вот две готовые группы для противостояния. Вот они формируются для будущих столкновений в Европе. Если вот эта вот информация насчет трех лагерей в Северном Ираке, насчет немецкого, английского, арабского, она достоверна, я думаю, она достоверна, вот вам, пожалуйста, боевики, которые будут небольшими группами перебрасываться и решать там эти проблемы. Так, сейчас мы посмотрим, кто еще не сдавал. Не-не-не, кто-то не сдавал. Так, все, да, пожалуйста, тогда. У нас еще 10 минут. Вы знаете, я знаю только, что у ордена череп и кости есть связи с некоторыми японскими структурами и с некоторыми китайскими структурами. Какими конкретно, вот этой информацией я не обладаю. Значит, естественно, больше с японскими, потому что Япония под Соединенными Штатами. Вот. По логике вещей, по логике вещей, все-таки череп и кости – это ответвление иллюминатов, после того, как их запретили в Европе, они там оказались. Можно сказать, здесь можно только гадать о каких-то вещах. Понимаете, в чем сложность вот этих всех рассуждений о закрытых группах? Например, сейчас мы очень много знаем о Биттерберге. Но Биттерберг, в общем, я не могу сказать, что это пустая организация, но это фасадная организация. Мы почти ничего не знаем о структуре под названием «Серкль», «Серкль», которые значительно более серьезные. «Зеленый синдикат» в Китае. Вроде бы он не пережил 30-е годы. Но, вы знаете, когда говорят, вот была крупная организация с мощной финансовой подпиткой, как-то мне не верится, что такие организации, они, так сказать, уходят. Потому что энергия и информация, то есть деньги и информация, если они спрессованы, они никуда не могут уйти. Поэтому я не верю в то, что когда в 43-м году Сталин прикрыл Коминтерн, что Коминтерн, то есть, куда-куда, так сказать, делся. Такие, такие сгустки, такие эгрегоры никогда никуда не уходят. Да. Да. Вот на лицах Нидимова вы сказали, что в России очень сложно было делать таких фигур, как интерлокеры. Да. Например, мы не покоим, и Милл Маков, что-то вот это... Нет. Нет. Знаете, почему? Какой бы Примаков в семи пядей во лбу, так сказать, не был, хотя я очень сдержанно отношусь к этой эгрегории, дело в том, что интерлокер может появиться там, где очень гетерогенная элита, где разные этнонациональные группы, где разные бизнес-группы, где разные исторические группы. Вот Аурелио Петчи, классика интерлокер. Тут тебе Даллис, тут тебе Муссолини, тут тебе итальянские партизаны, тут тебе Фиат, тут тебе грешская аристократия. Вот в таких условиях нужны интерлокеры. Возьмите, скажем, хрущевскую элиту. Какие там интерлокеры? Кукурузы друг к другу швырять? Наверное... Да. Да. 십 и Adrian. Возьмите, какие-то образования, которые могут вызывать Какую экспансию Израиля вы имеете в виду? Ну, это внутри самого государства Израиля. Вы знаете, ни одной из этих государств, даже когда они существовали, они не могли ничего всерьез противопоставить Израилю. Пока за Израилем Соединенные Штаты Америки никакое государство здесь... Другое дело, что американцы очень хотят замириться с Ираном, и тогда у них появится свобода маневра. Они не так будут зависеть от Израиля на Ближнем Востоке, у них будет другая сила, или, скажем, условно, Курдистан. Это другая ситуация, но это еще нужно посмотреть, как это у них получится, и как вообще пройдет процесс на Ближнем Востоке. Но вот то, что Турция на очереди, если вот, скажем, вот условно говоря, если ситуация на Ближнем Востоке станет более спокойной, то следующий кандидат на расчленение в первоисторической перспективе – это Турция. Я об этом говорил один год назад на конференции один, так сказать, греческий аналитик. Он сказал, что вот по его данным, американцы резко активизировали работу не только по курдам в Турции, но и по понтийским грекам, и по армянам. Это явно делается для того, чтобы, так сказать, немножечко обкусать Турцию. Ну, есть концепция Ближнего Востока, но за концепцию Ближнего Востока пойдут другие вещи. Большая Россия тоже транснациональным корпорациям, так сказать, не нужна. Если, кстати, вы посмотрите на вот этот план 5.100, там очень интересная штука прописана. Это и есть в открытом доступе в интернете. Значит, смотрите, каждому из пяти вот этих вузов наших, которые предполагаются, что они должны войти в эту вот сотню, им выделяется внешний за границами России регион. Ну, например, с Сибирскому федеральному университету выделяется регион Центральный Азия, Ближний Восток и Китайская Народная Республика. И я дословно цитирую, что они должны делать для них? Они должны для них вырабатывать реалистическую международную политику для этих регионов. То есть они становятся передаточным звеном между транснациональными корпорациями, и вот этими регионами они для них будут что-то там вырабатывать. Кадровую политику, реалистическую подчеркнуто. Это, значит, в интересах заказчика. А формирует программу образования, так сказать, заказчик. Это вот к вопросу о проблеме суверенитета и проблеме, как рассекаются политические границы и как идет совершенно другая конфигурация. Кроме того, если вы посмотрите на эти пять, скажем, вузов, пять-сто, но ясно совершенно, что это пять пунктов, которые делят в образовательном плане пространство России на пять разных частей. То есть, грубо говоря, я спрямляю совершенно, скажем, ситуацию. Сначала перехватывается образование, а потом с помощью образования, управление образованием перехватывается, так сказать, управление внутренней политикой. Ход, безусловно ход. Безусловно, да. Какой договор? Какой? Какой договор? Не знаю. Я большие... Знаете, какая штука? Любой договор разыгрывается в том случае, если, а, есть заинтересованные лица и есть военно-политический потенциал для его решения. Есть такой, если есть, такой он будет разыгран. Но дело в том, что те задачи, которые может решить вот этот вот розыгрыш, они могут по-другому быть решены. И я думаю, что решаться они будут по-другому. Да, пожалуйста. Вот вы еще не задавали вопросов, пожалуйста. 10 марта у вас есть в Глазе Сулакшина, когда они представляли проект, который хотят предложить президенту, о том, чтобы опять запустить печатную страну и уйти в семействию в страну. И они, как бы, заказывали экономически, что это выгодно, что рефляция будет в страну. Как это прямопытно? Я не знаю, я не специалист по, так сказать, финансам. Это вопрос для Делягина или Хазина. Да, пожалуйста. В Верхандере, ну, примерно в 8 месяц. Где? В Верхандере. Ага. Там когда-то Агахам набирал. Да. Значит, структуру Агахаму набирали, тренировки учителей. Я просто отслеживаю это. Совершенно отрочно. Спасибо. Значит, на что обратила внимание? Ищем молодых кадров, молодых ребят, учителей, которые закончили музей. Для того, чтобы программа называется «Учитель для России». Да, я знаю. Я знаю. Я знаю эту программу. Ну, я это, если называть вещи своими именами, это, безусловно, в рамках психоисторической войны, это классическая операция, это диверсия, безусловно. И все это в красивой обертке. А как говорил чеховский герой, заглянешь в душу крокодил. «Учитель для России». «Учитель для России». Да, да, да. Ну, смотрите, какая штука. Вот я вам должен сказать, что очень многие люди в высшей школе, далеко не все люди в высшей школе, там они, скажи, такие абсолютно прозападные. Но, тем не менее, приходится слышать, таких людей очень много. Они говорят, ну так это же хорошо, мы же встраиваемся в мировой процесс. То есть, что же мы, так сказать, железный занавес, мы уже это проходили, давайте мы, так сказать, встроимся. Я говорю, впечатление, что люди не помнят, как мы встроились во времена Горбачевщины. Мы уже один раз встроились, и вот это не стало травмой. И люди говорят, хорошо, зачем же мы должны от этого закрываться? Давайте побежим туда. Не надо бежать. Если судно называется «Титаник», на него не надо бежать. Да, пожалуйста. Да. Я думаю, что это две вещи могут быть. Это может быть неудачное, так сказать, учение, волна пошла, пошла не туда. А может быть вот штука, типа, как из-за чего вот эти два парня сирийского и иракского происхождения, они заперлись в этом. Дело в том, что, вы знаете, у нас впечатление вообще о западных бюрократиях и администрациях, что там все четко. Так не было даже в конце XX века. А то, что сейчас происходит, ну там тоже такое же раздолбайство, примерно как у нас. У меня вот есть одна знакомая, которая с западными людьми активно работает и с военными, и с политическими деятелями. Она говорит, что если бы она знала 20 лет назад, с кем ей придется работать час, она бы 10 раз подумала, заниматься этим или нет. Неэффективность страшная на всех уровнях. Я помню, когда я был в Швейцарии, во французском книжном магазине мне попалась книжка, которая называлась о французской политической элите среднего уровня, муниципальной. La dictature des incapables. Диктатура неспособных. Вот это поветрие. Вот Каренс Васьян, наш философ, который давно живет в Швейцарии, он очень хорошую статью написал в одном из последних номеров журнала «Изборский клуб», где он… Статья такая очень жесткая, она мне очень понравилась как раз этим, потому что человек называет вещи своими именами. Он говорит, что такое нынешняя научная политическая элита Запада, это вот эти троечники, которые в 68-м году устроили волнение на американские деньги в Европе, свалили де Голля, но они свалили своих профессоров. И вот эти троечники, им сейчас 60-70 лет, и они таких же троечников готовят. Гопник, шпана, Ёшка Фишер стал министром странных дел Германии. Вот эти вот люди типа Кон Бендит, они пошли, скажем, преподаватели. Но ясно совершенно, что вот вся эта гопота, кого она может подготовить. Ясно совершенно, что это резкое снижение и интеллектуального уровня, и волевого. Так что в этом отношении Европа пожинает плоды 68-го года, который был, помимо… Он, с одной стороны, был стихийным процессом, а с другой стороны, это была, безусловно, такая спецоперация. Пожалуйста, и это последний вопрос. 8 часов, 3 часа работы – это… Да? Угу. Замечательный ВУЗ. Понятно. Вы знаете, здесь две вещи есть. Поскольку у нас 25 лет насаждалась в стране такой гешефтно-бизнес-психология, я думаю, что далеко не все контролеры понимают долгосрочные вещи. И кроме того, у нас уже с поздней советского времени не было стратегии, была только тактика. А для того, чтобы понять, какую роль образование играет в переформатировании современного мира, нужно обладать стратегическим видением. И вот тот пример, который я привел, масса людей вроде с высшего образования, профессура, говорят, так надо встраиваться в мировой процесс. Вот это что такое? Это умопомолчение? Или это вот что? Что это, так сказать? Вот. Все. Спасибо.